Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать статью «Кантовская концепция априори в свете современной биологии». Написана статья Конрадом Лоренцем, выдающимся австрийским биологом, лауреатом Нейнобелевской премии 1973 года по физиологии и медицине, очень известный, короче, дядя, замечательный, потрясающий. Давайте разберем, да, разберем, как же он пытался в философию и почему он пытался не очень удачно. Текст разбирается по принципу, вот зеленые это удачные моменты, ну, в принципе, те моменты, с которыми я спорить особо не буду. Красными выделяются те моменты, с которыми я спорю радикально. Ну и, соответственно, тут местами, видите, в скобочках находятся места, где я что-то сам по-своему отметил, но к этому уже мы будем добавлять какие-то еще дополнительные размышления, добавления. Если вот мне сейчас покажется, что я там сказал недостаточно, да, мы с вами обязательно что-нибудь дополнительно, в общем, придумаем. Так вот, начнем. Согласно Канту, категории пространства, времени, причин и так далее, суть данности априори, определяющие форму всего нашего опыта и делающие сам опыт возможным. Это правильное высказывание, это у Канта действительно было. Дееспособность этих первичных принципов разума абсолютно и фундаментальным образом независима от законов реальной природы, лежащей по ту сторону явлений. Вот это вот не совсем правда, по той причине, что, вот посмотрите, да, фундаментальным образом независима от законов реальной природы. Кант, он, в принципе, не делает вывода о том, есть ли реальная природа или нет реальной природы, и насколько, собственно, замечательные вот эти вот данности от этой природы как бы отстоят далеко. Может, они в природе есть, просто мы не можем об этом суждении делать. Прежде всего, следует заметить, что Кант является теоретиком познания, то есть он занимается теорией познания. Причем Кант, в отличие от многих других теоретиков познания, в меньшей степени исходит из какой-то антологии внешнего мира. То есть, если какие-нибудь эмпирики, особенно ранние до Юма, до Беркли, они исходили из того, что все-таки мир вокруг нас реален, и мы с помощью нашего опыта познаем то, что вот реально вот существует, такая антологическая предустановка для эмпирического метода, да, была, то Кант здесь, он очень сильно воздерживающийся мыслитель, и его воздержание мы, конечно, не можем не оценить. То есть, да, у Канта есть деление на вот то, что лежит по ту сторону явлений, и на сами явления. Вот по ту сторону явлений мы не знаем, что там находится по Канту. Не знаем, не знаем, но это не значит, что явления независимы от законов реальной природы, что очень важно, опять же. Их нельзя мыслить как производные от законов природы. Можно. В этом проблема, что можно. А приорные категории и формы интуиции не могут быть соотнесены с внутренними законами вещи в себе посредством абстракции или как-либо иначе. Так вот, по мнению Канта, единственное, что мы можем утверждать о вещи в себе, это реальность самого факта ее существования. Да, есть такое. Причем тут скорее под вещью в себе понимается просто определение. То, что лежит за явлениями, то, что противоположное явлением, да, и является вещью в себе. Даже если эта вещь в себе связана с природой, даже если эта вещь в себе является совокупностью атомов, допустим, да, все равно эта вещь в себе, она существует именно как вещь в себе. То есть нечто противоположное нашим восприятиям, нашим феноменам. Да, выражаясь несколько преувеличенно, отношение между нею и той формой, в которой она возникает, воздействует на наши органы чувств и проявляется в мире нашего опыта. А логично. Так, между нею, то есть вещь в себе, да, и той формой, в которой она воздействует на наши органы чувств и проявляется. Да, логично. Непонятно, почему логично, потому что автор просто не понимает концепцию Канта, к сожалению. По Канту вещь в себе в принципе непознаваема. Ой, ой, неожиданно, да, смотрите, действительно по Канту вещь в себе в принципе непознаваема. И тогда каким же образом Кант мог сказать, что она никак не является непроизводной, по-любому не является производной законов природы. Да, но она непознаваема, он ничего о ней не знает. Так, поскольку тот способ, каким она является, нам детерминируется чисто идеальными формами и категориями интуиции. Так что явление оказывается не связанным с ее сущностью. Важно понимать, что для Канта явление может не оказаться связанным с ее сущностью. А может оказаться, мы то есть здесь по знаком вопроса находимся. Опять же напомню, что ноумен это прежде всего знак вопроса, то есть это непонятно что. Это нечто лежащее за пределами феноменов. Довольно абстрактно сформулированное, но именно в этой абстрактности заключается проблема. Вот видите, автор даже не может подобраться, подкритиковать, потому что он просто не понял. Вот. Так вот, из того, что здесь написано. По Канту вещь себе, в принципе, непознаваема, поскольку тот способ, каким она является, нам детерминируется чисто идеальными формами. Идеальными, под идеальными формами здесь подразумеваются, я, наверное, очень сильно бы удивил автора, ну, феноменальный мир. Ну, то есть, там как бы, там как бы все сложно. Там как бы не в смысле идеализма, не в смысле духи, не в смысле бог, там, не в смысле космические какие-то там невидимые силы, да, маленькие гномики. Не-не-не-не-не. Идеальными формами, то есть, формами сознания, внутренними. У Канта, его трансцендентальный идеализм радикально отличается от всех других форм идеализма, что тоже очень важно понимать. Поэтому, в каком-то смысле, даже Канта называть идеалистом, ну, не очень уместно, несмотря на то, что у него есть целое учение, связанное с трансцендентальным идеализмом. Кант довольно по-своему понимает вот этот вот самый идеализм. И идеальные формы его, они несколько, в общем, несколько, в общем, не о каких-то, ну, реальных сущностях сейчас говорят. Ну, пропустим несколько вот абзац, вот этот лишний. Биолог, для которого несомненен факт величия творческих свершений эволюции. О, эволюция несомненна. Давайте зафиксируем это и зелененьким пометим. Да, действительно, для всех биологов эволюция несомненна, по большей части. И вот автор начинает задавать кучу-кучу разных вопросов интересных. Не является ли человеческий разум со всеми своими категориями и формами интуиции чем-то таким, что органически возникло в неразрывной и постоянной причинно-следственной связи с законами окружающей природы? Точно так же, как это было с человеческим мозгом. Тут вообще следует, в принципе, понимать, что биологи, когда исследуют ту или иную проблему, они исходят из того, что внешний мир превалирует над внутренним. То есть есть субъективные и объективные, ученые на стороне объективного. Кант на стороне субъективного. Кант начинает с исследования субъекта, по сути, но не субъекта, а с разума, чувственности. То есть Кант исследует изнутри человека, и как человек изнутри исследует уже окружающий мир. Ученые работают по противоположной методологии. Они смотрят на окружающий мир, не рефлексируют над собой в принципе, и уже на базе окружающего воспринимаемого мира делают вид выводы о том, как устроен наш внутренний мир. Это две противоположные стратегии выстраивания методологии познания в целом. Они радикально противоположны друг другу, и обе как бы имеют огромное количество сложностей, причем объективных сложностей, достаточно объективных. Ну, например, допустим, мир, который мы изучаем вокруг нас, неожиданно оказывается полной иллюзией. Мы мозг изучили, нервы изучили, атомы изучили, а неожиданно вдруг оказалось, что все это компьютерная симуляция. Упс, оказывается, что мы не получали знания об этом мире. Мы как персонажи, находящиеся в компьютерной игре, просто изучали отдельные пиксели. И мы не догадались о том, что нами там кто-то играет или управляет в данном случае. Анализ, исходя из внутреннего мира, из феноменов, сознания и так далее, имеет другую проблему. Опыт, тот, который нам преподносится во время таких размышлений, он является сугубо, действительно, субъективным. И он может быть у каждого свой. И Кант, в принципе, как и, например, представители догматической, то есть, вот этой эмпирической философии, а Кант и его последователи, например, Фихте, считали представителей именно вот такой вот эмпирической философии, ну, как, например, наука, догматиками, в самом прямом этом смысле слова. А они сами называли себя критиками при этом всем. Так вот. Да. Очень важно все вот это вот фиксировать. Ну, и автор, короче, задает вопрос, абсолютно не понимая Канта. Не были бы законы разума необходимы для априорного мышления совершенно иные, если бы сформировались абсолютно другим историческим способом, или если бы мы, следовательно, были оснащены иным типом нервной системы? Хороший вопрос, на самом деле, но тут другое дело. Кант скорее дает определение мышлению. То есть, мышление не может быть другим по определению. Если что-то другое с помощью другой нервной системы получится, то это уже будет не мышлением, наверное, по Канту, а чем-то другим. А и вообще, возможно ли, чтобы законы нашего когнитивного аппарата... Блин, ну, стешится, ужас какой-то. ...аппарата не были связаны с законами реального внешнего мира? Вообще, возможно ли, чтобы законы нашего когнитивного аппарата не были связаны с законами реального внешнего мира? Да, возможно. Ну, подсоедините голову Лоуренса, или как там его зовут? Лоуренса, да, Конрада Лоуренса, подсоедините его голову к виртуальной, короче, структуре какой-нибудь. Наденьте на него VR-очки, но он, к сожалению, умер уже, да, вроде бы. Ну, то есть, если бы был жив, мы могли бы подсоединить его голову, его мозг к какой-нибудь структуре и пустить ему, короче, компьютерную симуляцию, в которой он мог бы прожить прекрасные годы своей жизни. При этом все. Законы его когнитивного аппарата, они были бы, ну, одного рода. А законы, в рамках которых бы он обитал внутри уже виртуального мира, они были бы другого рода. Соответственно, возможно ли, чтобы законы нашего когнитивного аппарата не были связаны с законами реального внешнего мира? Да, возможно. Причем степень отсутствия этой связи может быть абсолютно разной. Ну, допустим, в данном случае виртуальная игра, в которую мы сейчас играем, ее создал, например, не другой человек с подобным нам мышлением, а бог, не знаю, либо злокозненный дьявол Кортезия, либо еще кто-нибудь создал. Но тут не важно, да. В общем, существо несколько другого порядка, которое может себе позволить как бы обманывать нас на очень высоком уровне. Остается ли орган, развившийся в постоянном взаимодействии с законами природы, настолько независимым, чтобы можно было оправданно строить теорию явлений, независимо от существования вещи в себе? То есть, как если бы они никак не зависели друг от друга. Так, можно, можно строить. Да все что угодно можно делать. Ну, как бы мы просто берем и пробуем. Берем, пробуем, берем, пробуем. Методологии разные исследуем. Ну, то есть, здесь очень важно понимать, что автор не фиксирует очень важного момента в разнице методологии науки и методологии Канта. Вообще, в принципе, критическую философию он не понимает. Критическая философия исходит из рефлексии, из анализа с помышлением мышления. Да. Вот на этом, в принципе, базируется вся немецкая идеальная вот эта вот традиция философии, идущая после Канта. Это и Фихте, это и Шеллинг, это и Гегель. Это все философии, так или иначе, завязанные на рефлексии. Причем очень тесно завязанные на рефлексии. И Кант не в меньшей степени завязан на рефлексии как таковой. То есть, мышление осмысляет мышление и анализирует феномены вокруг себя. И только потом уже мы делаем выводы о возможности познания тех или иных объектов и так далее, так далее, так далее. Наука работает по обратному пути, я уже это объяснил. Да, наука просто догматически принимает, что есть субъект, есть объект, и мы можем объективно исследовать объекты, в общем, да. А потом из этого делать выводы о субъекте. То есть, объект превалирует над субъектом в данном случае. То есть, то, что мы видим, то, что мы воспринимаем, важнее, чем то, что происходит у нас во внутреннем мире, соответственно. Ну и поэтому я пишу, что это глупо и в контексте кантовской теории познания критической философии, потому что Кант и критическая философия исходят из феноменального внутреннего мира, да. А вот и хорошая догма. Долг ученого и естественного испытателя стремиться к естественному объяснению, а не прибегать к факторам чуждым и внешним по отношению к природе. Да, именно таковой является естественная установка догматическая в науке. Ученый по-другому поступать не может. Он берет все это на веру. Он берет огромное количество философских постулатов на веру. И по-другому просто наука не может быть устроена. Кстати, естественная, это, по сути, недоказуемая метафизика. Почему метафизика? Почему вера в естественность есть одна из метафизических позиций? Потому что вера в естественность и только естественность, вера в поиск только естественных объяснений, Она строится на допущении того, что никакой метафизики, действующей на этот мир, не существует. Соответственно, мы можем ограничиться только естественными высказами. То есть негативная метафизика получается. Вера в естественность и только естественность это по сути негативная метафизика. Проще говоря, да, и она не просто негативная, она еще и недоказуемая. Как не может быть доказан Бог, как не может быть доказан злокозненный дьявол, как не может быть доказан мир-симуляция вокруг нас, так и не может быть доказано, что естественное объяснение является единственно верным или наиболее адекватным и так далее, так далее, так далее. То есть поскольку мы не можем определить истинность естественного объяснения, из этого следует, что чисто познавательная ценность естественного объяснения равносильно объяснительной ценности теории симуляции, равносильно ценности, не знаю, о Боге, теории о Боге и так далее, так далее, так далее. Да. Ну и да. И поэтому, кстати, противопоставлять вот этот подход, подходу Канта без доказательств, это крайне наивно и нелепо. Что тоже довольно важно, опять же, понимать, почему долг ученого естествоиспытателя, да, вдруг противопоставлять себя Канту неожиданно. Ну то есть, довольно странно, особенно в контексте последующих суждений, которые мы увидим уже после. Там просто автор будет защищать довольно интересную гипотезу, которая будет неиспровергать все, что он говорит выше. Да. А приори существует в силу наследственной дифференциации центральной нервной системы, специфической для разных видов и определяющей наследственную предрасположенность мыслить в определенных формах. Кстати, это верно с точки зрения научной догматической методологии, но неверно во всех остальных случаях. То есть, любая другая догматическая, как бы, школа философская, скорее всего, с этим не согласится. Но, все равно, блин, нос чешется из-за того, что я постоянно говорю без остановки. Прошу прощения, друзья. Так, так вот. Так вот, очень важно понимать, что в контексте того подхода, который Лоренс развивает, это высказывание действительно качественное, и оно крайне вероятно. С другой стороны, он тут же где-то проговаривает, вот где-то вот, я не знаю, мы это пропустили или не пропустили, то, что априори, оно, если оно возникло в рамках эволюции, да, то оно не совсем априори оказывается. То есть, был какой-то опыт, который повлиял на наших предков, давних, может быть, очень предков, прям очень-очень давних предков повлиял. И мы, соответственно, этот опыт уже, ну, воспринимаем в качестве как данности. То есть, получается, не то, чтобы это априори существует, это существует в опыте наших предков, который был передан нам как будто бы априори. И мы владеем им как будто бы априори. Вот, вот что здесь важно понимать. И это, честно говоря, тоже интересно. Подобная концепция априори, как органа, означает деструкцию данного понятия. То, что возникло в процессе эволюционной адаптации к законам естественного внешнего мира, возникло в известном смысле апостериори. Тоже верное суждение, да, это тоже суждение верное. То есть, действительно возникло в известном смысле апостериори, вот оно, это суждение. Так вот, дальше. Суть характера современного естественного знания выражается в отказе от трансцендентального идеализма. В расколе между ученым, естествоиспытателем и философом-кантианцем. Дело в том, что автор, я здесь уже пишу, автор не понимает кантианства, чтобы говорить об отказе от него. Но в то же время он прав в том смысле, что наука это религия, которая вынуждена отмежеваться от других религий по своим взглядам, методам и выводам. И мы вот эту религиозность будем фиксировать на протяжении всей статьи. Автор будет всеми путями доказывать, что мы должны отказаться от всех ненаучных объяснений. Что мы должны выкинуть и кантов, и не кантов, вообще всех, кто дает для нас, ну, в общем, недостаточно научные объяснения. Почему объяснения должны быть научными? Ну, просто так, видимо, видимо, да, наука это круто и все. Так вот, в свете же несомненного факта эволюции такой взгляд уже неприемлем. В свете несомненного факта, несомненный факт эволюции. Тоже очень интересно. Позже это сыграет свою роль, друзья, если что. Это реально сыграет свою роль. Просто следите за пальцами, короче, фокусника данного автора статьи. Как он все это довольно хитро обыграет. Ну, как хитро, там противоречия очевидные просто будут. И я обращу на них внимание обязательно. Так вот, это высказывание, оно, ну, как бы, знаете, может быть так же, вот, высказано вот в такой аналогии. В свете несомненного учения Парменида теория эволюции неприемлема. То есть, я действительно, я хочу сказать о том, что автор большую часть времени кидается научными догмами, как абсолютными истинами. Не обращая внимания на то, что методология их получения отлична от той же кантовской. Кант, скорее всего, не согласился бы с абсолютным фактом существования эволюции. Даже если бы узнал все факты, на которых ее доказательства строятся. Потому что у Канта была другая теория познания, отличная от научной догматики. Соответственно, вряд ли бы он признал те факты, которые выдавала бы наука, именно фактами. Здесь все значительно сложнее. Просто, понимаете, мы, люди с разными философскими воззрениями, исходим из разных философских предпосылок. И мы можем из одних и тех же взглядов, вариантов, из одних и тех же феноменов получить разные выводы. И это очень тоже важно. Автор, к сожалению, этого не учитывает. Он думает, что существуют какие-то суперобъективные научные факты, которые находятся вне трактовки разных теорий. Которые формулируются не на обычном человеческом языке, а человеческий язык. Как будто бы не продуцируется в том числе и философией. Прежде всего, философией, которую мы создаем. То есть философия дает нам базисные понятия и базисные определения, на которых все строится. Ну, например, автор употребляет часто слово естественный, естественный. Если это философия ему, короче, подарила это слово, чтобы он мог его использовать и делать разграничения между естественным и сверхъестественным. Физическим и метафизическим. Это тоже все философия ему подарила буквально. Причем я говорю не то, что про сами слова. Я говорю про определение и контекст их использования в данном случае. Все эти слова обрели свой современный или более-менее современный, или более-менее связанный с современным контекст именно в рамках философии. Они были определены в рамках философии. И автор в принципе, он, ну, значительная часть терминов, которые он использует, они философские. И принадлежат к определенной философской как бы направленности. Не ко всем сразу, а к определенной. Даже если мы признаем, что абсолютно сущее, пишет автор, никогда не станет полностью познаваемо, поскольку и для высших воображаемых существ имелся бы предел, вытекавший из необходимости иметь категориальные формы мышления, то и тогда граница, отделяющая доступное опыту от рецидентального, должна варьироваться для каждого отдельного типа организмов. Тут, на мой взгляд, автор опять не понимает очень важное основание Канта. Дело в том, что Кант составлял свою теорию познания для людей. И только для людей. Исходя из опыта человека. Что, наверное, неожиданно и, как ни странно, теория познания науки тоже, кстати, создана для людей, опять же, для познания людьми мира вокруг. Все рассуждения об опыте и познании у других видов смотрятся неосновательными, потому что, собственно, к опыту других живых существ мы доступа не имеем. Кант изучал феномены, которые были доступны ему как человеку. Он, то есть, сам изучал феномены, искал, думал о номенах и так далее, так далее, так далее. То есть, Кант проводил рефлексию, в том числе, над своим опытом, над своим собственным. И да, он делал довольно смелое предположение, что другие люди, они тоже, как бы, обладают теми же самыми механизмами, которые Кант зафиксировал у себя. Это смелое предположение, но оно допустимо в целом. То есть, оно не истинное, но оно допустимое. Автор нам предлагает сделать еще больший перенос на других живых существ, что довольно странно. Тем более, что мы не можем узнать, действительно ли они что-то подобное испытывают. Если с людьми мы можем хоть как-то поговорить, спросить, прочитать их книги, то вот с обезьяной даже я так сделать не смогу. Тем более с амебой, тем более там с черепахой, с осьминогом уже точно так ничего подобного не сделаешь. Вот. Вопрос не в том, как эволюция, чем бы она ни была, познает мир. Вопрос в том, как нам, людям, заниматься достоверным познанием. На что мы вообще можем рассчитывать в познании? Это один из главных кантианских философских вопросов. На что мы можем рассчитывать? На что мы можем рассчитывать вообще, в принципе? Автор статьи отвечает догматически, возвращая нас в докантовскую эпоху, потому что он поленился прочесть Ханта хоть немного основательно. И это печально. Это тоже очень-очень-очень сильно печально. То есть вот идеи автора, они могли бы быть очень неплохими, если бы он не вводил нас в контекст критики Канта. То есть, смотрите, если бы он убрал все критические пассажи про Канта, его теория о том, что у животных есть тоже мыслительные структуры, примитивные, мы можем как-то их познавать, она бы более зрело смотрелась, потому что бы автор не допускал радикальные ошибки в трактовке кантианства. Это раз. А во-вторых, он бы не показывал свою философскую неодаренность, когда пытался бы спорить с другими философскими течениями, потому что он их вообще не понимает. Он вообще не понимает философию. Ему бы тогда не пришлось говорить, эволюция это факт, очевидно, очевидно, очевидно. Как эволюция может быть фактом, если мы можем жить вообще в симуляции, которая могла бы быть создана там, я не знаю, 5 лет назад, допустим, или 10 лет назад, или 20 лет назад. Да неважно, короче, когда она была создана. Все воспоминания, которые у нас есть, они просто загружены, допустим, у нас. Ну, такая теория просто, в принципе, существует. Не очень правдоподобно, но вы ее не проверните, она нефальсифицируема просто. Огромное количество очень странных теорий являются принципиально нефальсифицируемыми. И знаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что и противоположные им теории о том, что это просто не так, они тоже принципиально нефальсифицируемы. То есть вы никаким образом не докажете, что вы не существуете в симуляции. Вы никаким образом не докажете, что симуляция не была запущена 10 лет назад, а все археологические раскопки, которые у нас присутствуют, ну, это просто так программист решил просто посмеяться над нами. И ДНК тоже посмеяться над нами решил, программист взял, закодировал, вот вам и прекрасный, и прекрасный код. А дядька уже уверен в том, что он прав. В том, что теория эволюции это абсолютная истина, очевидная, и с ней спорить никак нельзя. И это еще, от этого еще более удивительно становится, потому что дальше мы столкнемся с информацией, которая всему этому противоречит. Ладно, поехали. Расположение этой границы подлежит особому излучению для каждого конкретного типа. Изучить это, ну вот, кстати, опять же замечу, что изучение этого континентским методом невозможно, потому что мы не мыши, мы не ящерицы и не летучие мыши. То есть мы не имеем доступа к их феноменологическому опыту и мышлению. Буквально невозможно выделить схематизм сознания, познания, интеллекта, внутреннего мира любого из животных так, как это сделал Кант. Потому что Кант это делал с помощью рефлексии. Мы не можем рефлексировать за мышь. Мы не можем рефлексировать за летучую мышь. Мы не можем рефлексировать за ящерицу. Понимаете, в чем большая проблема у нас здесь открывается? То есть мы в принципе не можем выделить даже подобные схематические какие-то штуки. Мы даже за обезьяну не можем как бы это делать. Понимаете, в чем дело? У нас нас куча проблем здесь сразу же назревает. То есть кантианский метод анализа мышления у животных мы провести в принципе не можем. А что можем? Автор нам покажет. Потом, позже. Он будет смотреть на поведение мышей и землероек. Поведение. Поведение. Кант анализирует свое собственное мышление с помощью рефлексии. Размышляет о мышлении с помощью мышления. Смотрит на свои феномены. Все вокруг распознает и так далее, так далее, так далее. А этот мужик просто смотрит на то, как землеройка роет землю. Или на то, как крыса в лабиринте ищет короткий путь. И делает на этом очень далеко идущие выводы, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали разницу между точностью, как бы, высказываний Канта и точностью высказываний вот этого дяди. Она абсолютно разная. То есть Кант анализирует сам себя и по большей части говорит о себе. Рассказывает о своем феноменологическом опыте. Его познание, ну, во мне в некоторых аспектах, где он не сильно абстрагируется, оно оказывается крайне точным. Точнее, чем любое научное познание, потому что, ну, любой факт это совокупность определенных наблюдений, если что. Это не просто какая-то конкретная, одна отдельная взятая штука. Нет, это факт всегда абстракция. Кант работает как с абстракциями, так и с очень конкретными вещами. И в данном случае, в данном случае, ну, автор слишком, как бы, торопится. Но мы это еще обсудим, мы это еще увидим. Да, бесспорно, эволюционная изменчивость аппарата нашего опыта. Да, доказательств просто не будет, что у нас эволюционная изменчивость аппарата, нашего опыта имеется, и вообще, в принципе, знаете. А почему нельзя сказать, что мышление возникло только у человека, а у предыдущих, как бы, видов его не было? Были зачатки, может быть, ну, вот. Самого мышления еще не было. Непонятно, непонятно, непонятно. Так вот, ну и дальше. От случайных сегодняшних границ человеческого опыта, я вот эту фразу выделю, опять же, из контекста, и давайте просто обсудим. Если границы опыта человека случайны, то, вероятно, и наука, которая базируется на опыте, тоже случайна и неверна. А следовательно, может ошибаться в самых своих основаниях. Из чего следует, что и теория эволюции может оказаться ложной, что опровергает всю концепцию автора данной статьи. Представьте, да, у нас случайные границы человеческого опыта, рандомные. Допустим, сформулированы эволюцией. Но они случайны, они предназначены не для познания, а для выживания. Ну, при этом для выживания, не знаю, насколько нам полезно знать истину, наверное, вообще не очень полезно, да. Это вероятно, вероятно, ну, короче, ладно, не очень, может, вероятно, но имеет некий резон предполагать, что эволюция не развивала нас, ну, для того, чтобы мы познали истину. Может быть, и развивала, а может быть, и не развивала, да. Поэтому, для того, чтобы мы познали эволюцию, что самое главное. Мы делаем очень смелое допущение, будучи уверены в том, что вот этот процесс во многом случайный, да. И одновременно с этим, да, эти границы опыта тоже случайны у нас получаются отчасти. И при этом мы вдруг познали что-то, и познали в том числе эволюцию, познали, как это произошло. Но познали, что это произошло случайно. Тут цепочка циклических самоопровержений, ну, не то же самоопровержений. То есть нужно быть очень верующим человеком, чтобы допустить такой хороший и прекрасный вариант. А с другой стороны, это понятно, почему он допускается, потому что иначе эволюция не может быть подтверждена. То есть, смотрите, вдруг, да, ну, я уже все это объяснил, вдруг оказывается, да, что эволюция, эволюция это просто, ну, результат неких случайных мыслительных актов человека, и, ну, который основывается на случайных границах человеческого опыта крайне ограниченного. Что делать, непонятно, да? Так вот, абсолютно реально и никоим образом не может совпадать с уровнем своего отражения в мозгу человека или какой-либо иной временной формы жизни. Да. Основная проблема, я тут пишу, заключается в том, что автор не понимает концепцию вещи в себе и вообще форму ее непознаваемости. Автор не понимает, что набор квантов и атомов будет той самой вещью в себе, если квант и атомы существуют. Конечно, и в науке проблема вещи в себе уже по большей части, как кажется, науки решена. То есть, решение является догматическим и базирующимся на вере в тотальный и наивный империзм. В этом смысле можно, да, сказать, что ученые действительно верят в то, что они уже решили проблему этой самой вещи в себе, а она для них вещью в себе как будто бы не является. И многие решения, они уже как будто бы, знаете, как бы вам сказать, как будто бы уже даны нам в опыте буквально, да. То есть, они уже не априорные, и вещь в себе уже, ну, не ноумен, а как феномен как будто бы, да, все взглянули в микроскоп, и там уже как бы видно в электронной, как будто бы. Но в этом можно очень сильно немного сомневаться. Тут много-много-много бла-бла-бла, и вот тем самым продвинуться по пути критики познания дальше. Я опять же замечу, что автор не понимает, что различие критической по Канту и догматической философии состоит как раз в том, что мы исходим из собственного внутреннего мира и исследуем его благодаря утонченной рефлексии. Это и есть критическая философия по Канту, Фихте и прочим другим мыслителям, которые, в принципе, задали нормы этой самой критической философии. А они догматически апеллируют к опыту и внешнему миру, как это делает сам автор статьи. То есть по кантовскому делению есть критическая философия, есть догматическая. И если мы исходим из эмпирического опыта, как это делают ученые, мы, соответственно, сторонники догматической философии по Канту. А если мы исходим из анализа нашего внутреннего мира и только потом обращаемся к внешнему, мы уже сторонники критической философии по Канту. Ну да, то есть по Канту автор статьи, радикальный догматик, который не знает, что такое философия критики познания. Ну, вот автор дальше утверждает. Все биологи предполагают в своей повседневной работе реальную взаимосвязь между вещью в себе и феноменами нашего субъективного опыта. Да, согласен. Ну, не просто все биологи, все ученые, потому что в этом заключается, ну, естественная установка. Потому что если этой связи нет, вся наука, она как бы бла-бла-бла, фуфло полное, не работает. Это очень печальная ситуация, да, наука наукой не работает. Как так, как так? Но при этом такую взаимосвязь, которая ни в коем случае не является чисто идеальной в кантианском смысле, пишет автор. Так вот, проблема в том, что автор не понимает основной проблемы. Мы можем говорить о том, что идеальное по канту, то есть ограниченное феноменами, это такой своеобразный минимум, с которым мы все вынуждены согласиться. А то, что лежит выше этого, как раз требует доказательства, при том не догматическими методами, то есть не от опыта и не от мнения ученых-биологов. А хорошего и многогранного философского доказательства. Кант выдвигает множество проблем, которые автор проходит простейшей апелляцией к своей догматической традиции. Да, эти проблемы в целом отменяют достоверность научного знания. А потому у автора такое плохое отношение к канту, и поэтому он его в принципе не понимает, к сожалению. Ну, вы понимаете, да, что Кант использует слово «идеальное» не в том смысле, что у нас там призраки летают, боги везде, да, какие-нибудь там, и так далее, так далее, так далее. Кант говорит об ограничении феноменами. То есть мы сначала исследуем феномены. Наша идеальная трансцендентальная философия начинается с того, что у нас есть перед нами феноменальный мир. И за пределами этого феноменального мира, да, есть какой-то мир ноуменов. Но мы не знаем, что с этим миром ноуменов, вещей в себе, да, в принципе происходит. Он непознаваем принципиально, ну, принципиально, непринципиально. По крайней мере, средствами чистого разума мир и ноуменов непознаваем. С этим, кстати, биологи, скорее всего, согласятся, потому что почти все ученые, они как бы противники чистого разума. За исключением некоторых математиков, наверное. То есть наука никогда не строится на принципах чистого разума. Одного лишь чистого разума. Для науки недостаточно принципов чистого разума. То есть буквально вот так скажем. И, в принципе, научная парадигма на этом и строится. Что она в большей степени опирается на опыт, чем на чистый разум. Если останется только один чистый разум, у нас останется просто рационализм голый. Голый рационализм. Кант считает, что голый рационализм не может ничего познать. Но и с другой стороны, опытное познание догматическое, оно тоже не дает нам четких ответов на те вопросы общие, которые нас интересуют. В том числе и о вопросе о нашем мышлении. Да. То есть, когда мы говорим слово «идеальное» в смысле Канта, мы не подразумеваем чего-то сверхъестественного в данном случае. Так. Так вот, про априорную форму. Последнее сложилось как адаптация к законам вещи в себе в процессе тесного взаимодействия с этими постоянно действующими законами на протяжении сотен тысяч лет эволюционной истории человечества. Круто. Но, с другой стороны, почему автор это утверждает, непонятно. А может быть, мы эволюционировали так, чтобы искажать мир вокруг нас, но полезным для выживания образом. А потому эволюционно нам познание вещей в себе и даже эволюции, ну, просто, ну, недоступно и невозможно. И как-то трудно нам с ним это представить. Ну, я, насколько понимаю, многие биологи и многие сторонники какого-нибудь какой-нибудь эволюционной культурологии, эволюционной социологии, они скорее нам скажут, что религия – это тоже способ приспособления эволюционного. Ну, то есть, люди выдумывали несуществующих богов, чувствовали несуществующие, как бы, какие-то вещи, трактовали их, как будто бы бог есть. Да, они испытывали какое-то благоговение, а благоговение как феномен существует. Но при этом они это благоговение использовали для того, чтобы верить в Бога и увеличивать свою веру в Него. И таким образом они адаптировались к миру окружающему. Они развивались, они размножались, они защищались, они воевали, они побеждали. И в итоге вот произошел такой естественный отбор, и христиане много кого победили за свою жизнь, таким образом адаптировавшись. Вот мы видим очевидный пример, как человек с точки зрения естественной установки неправый, ложный. При этом, ну, эволюционно, ну, эволюционно-условное умышление прошло некую эволюцию, в том числе изменения, да. Пришел к некой ложной концепции, которая при этом была абсолютно прагматичной и полезной для выживания. Что интересно, конечно же, что для нас интересно. То есть, таким образом, если мы верим в то, что христианство ложно, например, мы можем при этом постулировать, что человек эволюционным путем может, даже в рамках биологической концепции, я не верю в биологическую концепцию, но я говорю, что даже в рамках биологической концепции, человек может пойти по пути антипознания, то есть выдумывания различных сущностей. И не только выдумывание, восприятие, может быть, также эволюционировало. То есть выдумывались различные сущности, то есть все, что меня окружает, например, оно не есть таковое, таковое, какое оно есть в моем восприятии. О чем Кант, кстати, в принципе, и намекает нам, да, то, что ноумены, это не то, что воспринимается, это разница есть между ними. Так вот, может быть, вокруг меня дом, это не дом, это собрание атомов, но если я буду видеть атомы, неожиданно окажется, что я просто, ну, с ума сойду и не смогу никак с ними взаимодействовать, не смогу ничего практически делать, да, с этим. То есть я не могу воспринимать все атомы разом, слишком много информации, в принципе, мозг мой бы это не потянул. И, соответственно, получается, что это не прагматичный способ познания, допустим, что атомы реально существуют, допустим, что молекулы существуют, допустим, что ДНК существует и так далее, да. Я делаю сразу очень много академических таких вот допущений, чтобы, да, показать, что автор данной статьи даже в рамках такой вот биологической эпистемологии немножко уходит в сферы сомнительного. То есть он делает такие утверждения, которые не являются необходимыми, а являются крайне спорными. Так. Мы убеждены, что априори базируется на центральной нервной системе. Ну, скорее всего, ученые действительно в этом убеждены. Да, действительно убеждены, но нервная система открыта благодаря априорным формам познания, в данном случае, времени и пространства. А, следовательно, мы входим в цикл, что является логической ошибкой в объяснении. Ну да, мы открыли, еще более того, я даже больше того скажу. Мы открыли, что наше мышление базируется на центральной нервной системе с помощью центральной нервной системы. Еще один цикл получается в доказательствах, понимаете? Когда речь идет о внешних объектах, таких циклов обычно не возникает. А когда речь идет уже о нашем организме, и когда мы постулируем, что там мозг наш познает. А как мозг познал, что он познает? А он, он мозг, мозг сам себя получается. Не сам себя, он, 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 короче, сделал определенные выводы. Мозг познал, что мозг познает. Небольшой такой цикл. А что доказывает, что именно мозг познает? Что доказывает, что мозг есть? А то, что он познал, что он есть. А что доказывает, что Бог есть? Бог познал, что он есть. Тоже, да, такая же аргументация получится. Не очень надежная, не очень надежная и крайне сомнительная аргументация. Вот к чему я сейчас веду. То есть мы убеждены, что априори базируется на центральной нервной системе Окей, окей, а вдруг центральной нервной системы нет И центральная нервная система это просто опять же часть компьютерной симуляции На самом деле мы духи внутри какой-нибудь симуляции Может быть не компьютерной, может быть какой-нибудь иной Что тогда? Ну то есть наша вещь в себе это мир духов, допустим, мы духи Мы летаем в мире духов, но нам кажется, что мы телесные Что у нас есть руки, ноги, у нас есть нервы, у нас есть мозг И этот мозг нам кажется, познает Но на самом деле нет, на самом деле не он Что тогда? Я понимаю, что многие вещи, которые я сейчас озвучиваю Они, во-первых, не связаны друг с другом Потому что я вообще не придерживаюсь ни одной из возможных концепций Я абсолютный скептик, напоминаю, да, зрителям Во-вторых, я просто показываю, что возможны альтернативные трактовки Существующего феноменологического опыта вокруг нас Который невозможно опровергнуть, к сожалению И поэтому наука и ученые не могут утверждать, что мы убеждены Ну, они реально убеждены А вот то, что реально априори базируется на центральной нервной системе То, что вообще нервная система существует как реальный физический объект Что вообще физическое есть, естественное есть И есть только естественное Тоже, да И дальше продолжает добивка Которая столь же реальна, как и вещи внешнего мира Априори базируется на центральной нервной системе Которая столь же реальна, как и вещи внешнего мира Наивный реализм Но это наивный реализм в самой примитивной форме Доказать это высказывание невозможно По уже выше обозначенной причине Ну, вот так вот Дальше идет, да, аналогия с лошадиным копытом Очень-очень интересно, конечно, да Очень много аналогий Здесь очень много риторики Очень много призывов Мы ученые должны Мы ученые будем Лошадиное копыто Землеройка Там, не знаю, крыса Ну, то есть такие штуки я специально пропускал Потому что это просто, ну, банально скучно Ну, это неинтересно разбирать Разбирать какие-то шизанутые примеры деда Которые, ну, даже не старался написать статью Мне не очень приятно, на самом деле Ну, вы понимаете Вообще не очень люблю примеры А тут есть интересная штука Как и любой другой орган Этот аппарат приобрел свою целостную Видеоизменяющуюся форму Благодаря взаимодействию с реальностью В ходе генеалогической эволюции Длившейся множество веков Да, все это верно и соответствует научной догме Вообще, замечу, что автор мыслит в правильном направлении Если рассматривать статью не как критику Канта А как способ продвижения и улучшения Научной догматики вопросов теории познания Особенно, ну, в то время, когда он ее написал Достаточно давно, да? Это не снимает основные проблемы научного метода То есть веру в естественную установку Которая является ничем иным Кроме как обыкновенным Религиозным антологическим верованием Но я отмечу, что автор постепенно продвигает И углубляет размышления о теории познания В таком ключе, в каком продвинуть ее Не могли бы другие философские школы И соответствующих Что хорошо, другая проблема Это искренняя наивность автора и неспособность его понять Соперничающие дискурсы И он не отдает себе отчет в том Что он сам является частью своего дискурса То есть он реально наивен Он радикально догматичен Он не понимает Он не понимает, как могут существовать Другие философские взгляды Как другие философские школы могут существовать Почему люди могут считать не так, как он считает Почему, да, что-то может быть сверхъестественного Почему естественное вообще может не быть его Почему и так далее, и так далее, и так далее То есть автор радикально наивен И это действительно, это большой минус статьи Есть интересные трактовки с органом Они вроде бы дальше будут раскрываться Мы здесь не особо обратили внимание на это Но дальше мы сейчас пойдем Смотрите, если же мы рассматриваем наш интеллект Как функцию органа Никаких состоятельных альтернатив этому нет Почему нет? Это очень сильное утверждение Да, потому что в скобочках оно приведено Доказать его, конечно же, никто не будет И никто не сможет Альтернатив множество Но не все они базируются на научной методологии О слабости научной методологии мы уже обсудили Я их обсуждаю в своих статьях постоянно На стримах, если что Ну то есть здесь, опять же, понимаете Авторы исходят из догмы Что наука права И у нас есть органы И интеллект это как бы соответствующий Какой-нибудь там эпифеномен органа Функция органа Ну не важно, короче Не важно что Но интеллект происходит от органа И формируется в органе И в органе только существует Имея разные философские установки Мы можем с этим абсолютно не согласиться И никаких состоятельных альтернатив этому нет Это просто оценочное осуждение, к сожалению Здесь очень много оценочных осуждений Поспешных, оценочных То есть аргументация автора Очень быстро заканчивается И заканчивается крайне поверхностным Оценочным суждением Что собственно в принципе свойственно ученым По большей части Потому что почти все они поверхностные Довольно примитивные люди, к сожалению Ну конечно он не настолько примитивен Как обыватель какой-нибудь Но в целом его взгляды крайне упрощены Так вот В нашей категории Формы восприятия Зафиксированные до индивидуального опыта Адаптированы к внешнему миру Я уже об этом говорил Адаптация может не вести К увеличению познавательной способности Что показывает нам культурная эволюция Когда люди начали выдумывать Вероятно Тоже по эволюционным причинам Себе не существующих богов И философские объекты То есть эволюция может вести нас Против научного познания Более того Разные аналоги копыт И позже плавника Они работают Так как мозг это орган Куда более сложный И загадочный А среда, к которой он нас относит То есть мыслительная среда Радикально отличается от почвы и жидкости Автор даже в рамках своей научной догмы Делает заключения Которые не являются обязательными И строятся на поверхностной риторике Вот такая проблема Ну вот он тут цитирует Пролегомены Канта Цитирует Правильно Правильно цитирует Лайк Лайк Короче лайк за цитату Канта Если бы кто-нибудь стал сомневаться В том, что пространство и время Суть определения Присущие вовсе не Вещам самим по себе А только их отношениям к чувственности То я бы спросил Как это Считаю возможным Знать априори И следовательно До всякого знакомства с вещами То есть прежде чем они нам даны Каково будет их созерцание А ведь именно так обстоит дело С пространством и временем Вы понимаете? Ну насколько прекрасно это высказывание То есть Канта Он же сам короче взял И разнес все, что Лорен сказал Буквально одним высказыванием Почему? Почему мы должны апеллировать К чувственности изначально Почему мы исходим из чувственности Как таковой, как факта Как абсолютного факта И почему с помощью чувственности Мы все оцениваем И нам в чем-то чувственность Все же дана, наверное И Кант задает хороший вопрос Насколько фундаментальна Это, собственно, чувственность И на чем она базируется Ведь именно так и обстоит Дело с пространством и временем Пишет Кант То есть Ну, окей Продолжаем На противоположность Юму Мы след за Кантом Верим в возможности чистой науки О врожденных формах человеческой мысли Независимых от всякого опыта Верим и верим Молодцы Тут какой-то скучный абзац Серым выделен На примере Лейки Фотокамеры Не люблю примеры Примеры мы не разбираем Иначе это займет 3 часа Да Ну и вот Интересное предложение Ведь ясно Нет, не ясно Хотя автор в очередной раз Уходит в риторику Что не только вещь себе Официрует наши рецепторы Но и наоборот Наши эффекторы В свою очередь Официруют абсолютную реальность Нет, не ясно Вообще не ясно Автор опять в риторику Просто пошел Короче, да, давай Давай риторики Следующее предложение Которое автор пишет То, что мы переживаем Как опыт Это всегда соприкосновение Взаимодействия реального В нас С тем, что реально Вне нас Ну, у меня просто Складывается такое впечатление Что автор Закидывает меня Приятными для него Аксиомами И не более того Во сне Я соприкасаюсь с реальными Объектами Ну вот Внутри меня Или не реальными А воображением Вот я сейчас Я сейчас воображаю себе Предмет какой-нибудь Он реален Я с ним соприкасаюсь Да, я его Почти воспринимаю Такой фантом Фантом воображения В качестве огромного Огромного Я не знаю Дерева у меня Перед глазами Сейчас Следующий вопрос Ну вот оно Реально или нереально Во время компьютерной игры Мой опыт адекватен Тому, что происходит В компьютере Насколько реальны Вот эти вот Все люди В компьютерных играх Насколько реальны Люди в сновидениях Насколько все это Ну, адекватно Вообще В целом Мы можем получать Такой опыт Который не базируется На В прямом смысле Реальности То есть компьютер Он нам показывает Ну, мы в принципе Можем посмотреть на монитор И компьютер нам показывает Определенную иллюзию То есть Перед нами Монитор формирует Перед нами Собственно Феномен Некий Некий феномен Вот я вижу себя Сейчас на камере Я вижу сейчас текст Два текста даже вижу Это все феномены На самом деле Это Ну, просто Светящиеся Пиксели Из которых Сложена Вот такая вот Сложная Феноменологическая структура Которая меня обманывает Мне может даже показаться Что внутри моего компьютера Есть Некое пространство Внутри Как будто бы Я могу туда даже заглянуть Да, какая-то проекция Там будет И у меня может сложиться Впечатление Что там есть пространство Но это не значит Что пространство там есть Я буду получать Опыт пространства Внутри компьютера Который абсолютно плоский Передо мной стоит Понимаете Я получил опыт пространства Я могу получать Опыт времени Во сне Ускоренный опыт времени Мне иногда кажется Что во сне Происходит событие На целую неделю Я как будто бы во сне Зависаю на целую неделю А потом просыпаюсь В 8 утра И такой О, я даже меньше 8 часов Проспал Как будто бы Да, неделю провел В каком-то альтернативном мире А потом неожиданно Проснулся И понял Ой, ничего Ничего себе То есть я могу получать опыт Не только от соприкосновения С реальностью И не только от соприкосновения С реальностью Внутри нас Или не внутри нас Не важно По-моему это очевидное Тоже такое вот высказывание Я не знаю Почему автор Его как бы Проигнорировал Так, что здесь Здесь все-то скучное Это бывает более-менее Корректное суждение О внешнем мире Да, ну Все серое Это либо повторение Либо очень скучные вещи Серое я специально пропускаю Потому что Это будет пережевывание Одного и того же Заявление Канта Что законы чистого разума Имеют абсолютную значимость Я в скобочках подтверждаю Опять же Для человека Потому что Кант исследует Законы человеческого разума Посредством метода Саморефлексии Он не утверждает Что всякое существо В открытом космосе Будь то инопланетянин Или дьявол Или животное Или там ангел Или еще кто-то У всех те же самые законы Но просто если вот им У ангела будет Что-то вот отличное От того, что Кант назвал мышлением Он просто скажет Что у ангела мышления нет У ангела что-то другое В данном случае У инопланетянина То же самое И у землеройки То же самое в целом Кант не исследует Чистый разум землеройки Кант не исследует Чистый разум Инопланетянина Может у инопланетянина Вообще нет разума Как такового По определению Канта И так далее И так далее И так далее То есть Ой какой плохой Кант Ой какой плохой Кант Он короче Исследовал Познание человека Какой ужас Надо короче Его внезапно перерасти Да Представляется нам Антропологической презумпцией Пишет автор Да конечно Концепция Канта Она безусловно Антропологична Потому что В своей теории познания В том числе Он пытался ответить На вопрос Что такое человек И на что человек Может рассчитывать В познании То есть Это буквально Не критика Это банальное Непонимание Того чем Кант занимался Ну то есть То есть Кант бы сказал Ну да Я действительно Здесь антропоцентричен Потому что Вот у меня есть опыт И я могу Из этого опыта Ну не опыт У меня есть определенный Мой внутренний мир Саморефлексия Я могу из этой саморефлексии И в том числе Из опыта Из феноменов Из моих Исходить Исследовать мир Вокруг меня Именно Начиная с самого себя Сначала Уже потом Апеллируя к миру А вы действуете Наоборот Вы не антропоцентричны Вы мироцентричны Вы обращаетесь В миру Не проверяя Свои способности Познания Вы как бы Берете рандомную Способность Познания Вашу И просто Применяете Ее к миру У вас есть Какое-то там Зрение У вас есть Какие-то восприятия У вас есть Какой-то Империзм Как теория Вы просто Бездумно Как бы Кладете его На мир И это делаете Уже Со времен Начала Нового времени И этот метод В основном Не менялся Вы действуете Как абсолютные Догматики Просто Вот в Кантовском Смысле Догматики Противоположные Критической Философии Вы исходите Из банальнейшей Веры Да Начинать надо С человека Начинать надо С человека Потому что Я человек Вы человек Мы с вами Исследуем мир И мы с вами Как люди С друг с другом Договариваемся Что надежно Что ненадежно И Кант Исследует Насколько Надежно Познание У человека Насколько Да Вот Человек Хорош В этом самом деле Насколько Хороши Те или иные Аспекты Его Внутреннего Мира Хороша ли Чувственность Для познания Хорош ли Разум Для познания Насколько Они годятся Для познания И для познания Что самое главное Чего они годятся А для познания Чего они не годятся И Кант Очень мало Делает Таких Очень резвых Резких высказываний Я наверное Очень сильно Уважаю Канта Только за то Что Кант Нередко Особенно в критике Чистого разума И в текстах Связанных С критикой Чистого разума По тематике Он был крайне Осторожен В своих суждениях Кант Кант В этом смысле Действительно Интересен Да Он тут кстати Автор повторяет Про психофизическое Единство Человеческого Организма Там еще Про клавиатуру Вот это вот Он это повторяет Уже в десятый раз Но лучше бы вместо этого Доказательства какие-то Привел Просто ну Надоело Тут много серых моментов Было много Таких вещей Которые просто повторяются Лучше бы вместо них Он привел доказательства Какие-нибудь Хоть какие-нибудь Мне просто ну Как бы Мне хочется Чтобы статья вышла За пределы Манифеста Что ли Да Это манифест Коммунистической партии Буквально Как будто бы Я читаю Только про науку Так вот Следующее Следующее высказывание Давайте посмотрим Этот момент для нас ясен Ведь мы рассматриваем их В качестве эволюционных адаптаций И хотел бы я знать Какие научные аргументы Могут быть выдвинуты Против данной концепции Ну никакие Да Кант не ученый Кантианцы не ученые Канту плевать На вашу догматическую науку И на ваше догматическое В общем-то Исследование Исходя из эмпирики Сначала Да Какие буддийские аргументы Могут быть сказаны В пользу эволюции Скажите мне Вот вы не Я буддист допустим И вы приведете мне Не приведете мне Буддийские аргументы В пользу эволюции Все Я не буду их слушать Получается Какие христианские Почему я Я должен Как бы перед вами Отчитываться Исходя из вашей Догматики Ну вы сумасшедшие Что ли Я вот я серьезно Я не понимаю Почему многие ученые Настолько сумасшедшие Почему они Мыслят Как буквально Религиозные люди Причем Люди из всяких Монотеистических Религий Которые Ну У которых даже Война не запрещена С представителями Накомыслящих взглядов Да То есть Если например Мусульманину Нам не нравится народ Который поблизости Живет Но мусульманин Может взять И пойти И короче Джихад устроить И перебить Этих кофиров Всех К черту И в принципе Мусульманин Там христианин Они будут точно так же Реагировать На вот несогласие Они будут думать О как же Его взгляды Отличаются от наших Он не христианин Он не мусульманин А тут добавляется еще Он не ученый Он не готов Дать мне научные аргументы Да кто Кто тебе должен Давать научные аргументы Друг Ты Ты вообще Представляешь себе Эту ситуацию Вот у нас есть Кант И Кант тебе будет говорить Давай-ка кантианские Мне аргументы Если ты не сможешь Дать кантианский аргумент Ну все Мы тебя даже слушать не будем И даже разбирать не будем То что ты говоришь Ну Философии просто Например так не принято Философии изначально Большой плюрализм Мнений имеется Огромное количество Разных позиций И люди из этих разных позиций И сходят И по-разному с ними работают И соответственно Если мы ведем Философские споры Мы вынуждены спорить С представителями Разных позиций И используя разные аргументы Не только аргументы Которые свойственны Нам самим В которые мы сами верим Ну то что да Вы верите в научные аргументы Это конечно хорошо Похвально Да вы ученый Вы молодец Но почему вы заставляете Представителей Других мировоззрений Других взглядов Эти научные аргументы Каким-то образом Подстраивать свои взгляды Свой опыт феноменологический Свои там не знаю Свои собственные Личные эксперименты Свои мыслительные Какие-то тоже операции Именно под ваши научные аргументы Это критически догматично Это тотальный фанатизм Даже можно сказать Вы думаете Что вам кто-то должен Что-то доказывать По вашим же правилам Вы Ну это сумасшествие какое-то Я не знаю Это тотальная Тотальная неспособность Посмотреть на Богатый мир мировоззрений Вокруг себя Ведь Ну представьте К вам будут так относиться Ну на крайний случай Представьте Вы такой С научными аргументами Приходите А вам будут говорить А дай-ка нам Идеалистические аргументы Мы что-то вот тут Не понимаем Какие-то Какие-то все Вот эти вот зверюшки Какие-то вот эти Окаменелости ДНК Ерунда полная Даже разбираться не стоит Дай-ка нам Короче идеалистические аргументы А вы такой Какие идеалистические аргументы Я не собирал Идеалистические аргументы Ну верно Не собирали Да Но если к вам будут так подходить Ваши аргументы Тоже никто слушать не будет Продолжаем чтение Всякое знание Которое индивид может извлечь Из эмпирической реальности Физической картины мира По самой сути дела Представляют собой Только рабочие гипотезы И здесь мы автора Будем есть уже Просто заживо Это противоречие То есть эволюция Она рабочая гипотеза Получается Или как она Просто дальше будет сказано Все есть рабочая гипотеза Вот дальше Прямо вот он напрямую скажет Все есть рабочая гипотеза Эволюция значит тоже Тогда почему автор Говорит об ее Несомненности Все время И опирается на адаптацию Как будто это истина В последней инстанции Почему автор не дает шанс Скантианскому методу Если его метод Всего лишь рабочая гипотеза Ну Будет на одну рабочую гипотезу Больше Все Поехали Поехали работать Ну правда Эта гипотеза не будет Научному методу соответствовать У нее меньше ограничений В этом смысле Ну да А тут еще очень интересный момент Дальше идет Немножко перескочим Законы математики Суть не что иное Как орган квантификации Внешних вещей Более того Что этот орган В высшей степени Важный для жизни человека Без которого он никогда Не смог бы играть Свою доминирующую роль на земле Вот в этом я вообще не уверен Что без математики Человек не смог бы играть Доминирующую роль на земле И который стало быть Сполна оправдал себя Биологически Так же как и все прочие Необходимые структуры мысли Смотрите Математика как орган Но это уже нечто На грани шизофазии Есть люди Не очень умные Которые предполагают Что язык это орган Язык Ну не язык А язык Которым мы разговариваем Это тоже орган Звучит как очень Кринжовая Непосредственно Аналогия С органами Это реально какой-то Чудесный бред Математика Ладно математика Как язык Формальный Да Окей Это вполне так себе Трактовка Но как орган Ну вы серьезно С учетом что Большинство Как бы Народов мира Ну они хоть и владеют Языками Но вот с математикой У большинства народов мира Исторически Было плохо Очень плохо Прям невероятно плохо И почему-то Вот у греков Пошло очень хорошо Но при этом Математика Кстати была Долгое время Абсолютно бесполезна То есть математика Математика Как навык Эволюционный Допустим Она Две тысячи лет Ну Ладно не две тысячи Тысячу пятьсот лет Да где-то Нет Две тысячи лет От Пифагора Начиная от Пифагора Ну и до начала Нового времени Математика Ну довольно скромные Результаты Практически Давала Ну и она Существовала Просто так И соответственно Она существовала В Европе А Европка была Ну не то чтобы Самым сильным Регионом в мире Да и сама с собой Европка Очень много Как бы ссорилась И тут Множество Вообще факторов Почему математическое Сознание Вообще В принципе Выжило Да Повезло с дислокацией Во-первых Очень сильно повезло С тем Что вот та Соответствующая Прекрасная популяция Была Отграничена От многих других Популяций Которые могли бы При удачном исходе Ее уничтожить Эту бедную популяцию Да Математика Была абсолютно Бесполезна Долгое время Ну не знаю Астронодифизология Астрология Астрономия Да Вот которая была Единой дисциплиной Долгое время Она мало чего Давала Ну Мореплавание Только если Немножко Музыцирование Да Тоже входило В математические дисциплины Отдельно Геометрия Теоретическая Ну и арифметика Тоже теоретическая От этого бонусов Очень мало Было Долгое время То есть буквально Две тысячи лет Начиная с Пифагора Когда теоретическая Математика Была разработана Греками А до этого Не было теоретической Математики Ни у кого Она никому не была Нужна в том виде В каком она появилась У Пифагора Так вот Неожиданно Да Неожиданно Она две тысячи лет Просто стояла Как бы Ну сама математика На месте Понятное дело Не стояла Но стояла На месте Ее какое-то Практическое Применение Это действительно Довольно Странно Так еще Оказывается Это и орган Который всем Видимо свойственен Хотя не всем народам Свойственна математика Даже По-моему Даже есть народы Вообще без математики Вообще без счета Племена отдельные есть С языком Но без счета Что интересно Тоже Ну и дальше Рассуждение о математике Не интересно Тоже не интересно Здесь комментировать нечего Хорошие интересные абзацы Белые Рекомендую к прочтению Кстати вот здесь Хорошие вроде бы Действительно вещи Если бы они были Вне контекста Статьи общего Если бы они были Не о Канте По большей части Это все Можно было бы читать Это действительно Была бы неплохая Так скажем Литература Да Тоже интересный абзац Белый Вообще Проблемы автора Начинаются Когда он пытается Вырваться за пределы Своей философско-научной догмы И начинает Рассуждать о том Что там думал Кант И как это устроено По его мнению На самом деле Он нам в таких ситуациях Являет образец Наивнейшего реализма Который только Можно себе вообразить А подобные абзацы Интересны И контекстуальны Что самое главное Если бы биолог Ничего не понимающий В теории познания Не лез в эту тему То было бы куда лучше А то специальные высказывания Теории познания Звучат по-детски Глупо И что самое страшное Фанатично И что самое страшное Они не дают нам Прироста к знанию Никакому Понимаете в чем дело Большая часть статьи Она нам рассказывает О том Как автор плохо понял Канта Раз И во-вторых О том Как автор Неудачно Пытается в философию Вот так скажем Неудачно пытается в философию Хотя у него могли бы быть Хорошие философские основания То есть Ну например Исходить из того Что у всех животных Тоже Есть Свои Какие-то разумные Начала Что у них есть Какие-то заданные Априори Установки Отношения с пространством И временем Это все конечно Недоказуемо Но это красиво Интересно И это можно попробовать Философски Обосновывать И хорошо обосновывать Не сопротивляясь Канту Даже в данном случае Не апеллируя на научные догмы Просто потому Что это научные догмы Не апеллируя к землеройке отдельной Хотя можно немножко поапеллировать Почему бы и нет Там просто дальше Вообще неприличные вещи пойдут Ну там просто Вот-вот Несколько страниц Будут серым выделены Абсолютно неинтересно Как бы Вот Да и всякая мыслительная система Пишет автор Наставящий на своей Неизменной абсолютности Неа Мне бы хотелось Кстати посмотреть Где Кант настаивает Именно на неизменной абсолютности Во-первых И в каком контексте Я здесь просто уже не особо помню Может быть Кант действительно На этом настаивает Да это просто Я не понимаю Как автора Там выше просто уже пойдет Как он это все Экстраполирует На лобстеров Рыбок Инопланетян И так далее Мне кажется Это довольно тоже Вот странным То есть Мы дали определение мышлению Вот у человека есть мышление Есть Человек его исследует Да Вот законы мышления Кант говорит такие Допустим Я с Кантом не согласен Но допустим Законы мышления такие Вот Ну и в этом смысле Они абсолютные Ни у кого другого Из других видов Представителей других видов Мы мышление не фиксируем Мы даже с ними поговорить Не можем К сожалению Из этого в принципе Да Можно говорить О некой такой косвенной Абсолютности Поэтому я бы хотел Чистую цитату Канта Про абсолютность Это во-первых Что меня интересует Это было бы Это было бы для меня Очень важно Ну и соответственно Экстраполяция Всех вот этих вот Вот этого всего Кантианства На лобстеров Рыбок Инопланетян И летучих мышей Ну опять же Отсылка к Нагелю будет Да Уже который раз Отсылку к Нагелю Делаю просто потому Что могу себе позволить это Читайте статью Нагеля Каково быть летучей мышью Вроде бы она называется Переводится так Вот Или что такое Что значит быть летучей мышью Ну не важно короче Берите короче статью Нагеля И читайте Ну Трудности 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 Не понимаю почему Он это экстраполирует Концом такой системы Становится момент Когда она обретает Верящих в нее Непогрешимые Совершенство последователей В этот момент Она уже ложна Но в таком случае Наука тоже уже ложна Автор не критично Воспринимающий Научную методологию Уже ошибается Во всех своих суждениях То есть вот такая вот Риторика Которую автор сейчас Употребил Концом такой системы Становится момент Когда она обретает Верящих в нее Непогрешимое Совершенство последователей Она в этот момент Уже ложна Ну все Мы применяем Этот же самый прием Риторически Против него самого И просто раскрываем Его до абсолютного предела Наука верит в свою методологию Наука верит в эволюцию Ты веришь в эволюцию Да и ты начинаешь Как верующий Ее распространять И веришь в ее Непогрешимость Веришь что это факт Ну в таком случае Ты уже не прав Ты ложен И твоя риторика Сработала против тебя Самого Ты побежден Все Добро пожаловать Добро пожаловать В мир прекрасной риторики Все что угодно Может быть обращено Против всего что угодно Когда мыслитель Даже величайший Завершает свою систему Он в принципиальном смысле Начинает чем-то Напоминать собой Лобстер или паровоз Пишет автор Да Как бы ни были Изобретательные Его последователи И ученики В рамках предписанной И дозволенной Панциреобразной системы Учителя Степени свободы Сама система Станет опорой Прогресса И мысли познания Только тогда Когда найдутся последователи Отколовшиеся от нее Ухватившиеся за новые И не встроенные Степени свободы И не притворившие Части системы В новую конструкцию И притворившие наоборот Да Но если мыслительная система Столь монолитна Что долго не появляется Никого Кто имел бы власти Способность сокрушить ее То процесс Может быть остановлен на века Теперь я позволю себе Сделать очень длинное примечание Проблема заключается в том Что теория познания науки Закончила свое развитие Еще в начале нового времени После этого больших изменений В общей методологии не было Наука катилась по накатанной До научной революции В начале 20 века Которая была преодолена Благодаря мыслителям Уточнившим уже существующие В науке методы Нелепая аналогия С лобстером или паровозом Отлично ложится На естественную науку Но сами ученые Конечно будут это отрицать Но в меньшей степени Ложится на кантианство Потому что последнее Крайне методологически разнообразно Несколько направлений Неокантианства Принимали и отрицали Разные аспекты Творчества Канта И довольно богато Дополняли их Своими изысканиями Наука же в ядре Своих философских решений То есть общая методология Естественная установка И так далее Сохраняет завидную Догматичную целостность На протяжении веков Монолитность Даже после сильнейшего Кризиса Что самое главное Я понимаю Что умалишенным Научным фанатикам Запрещено видеть в науке Философию И тем более религию А потому в ответ Вы сможете услышать Неубедительные способы Отрицания того Что было только что сказано Без достаточного понимания Начнут приводить В пример Разные новые методы Анализа яйцеглистов И прочих Каких-то частных предметов Но будут игнорировать Тот факт Что принципы формирования Всех этих методов Еще с начала нового времени Они не поменялись Наука Это всегда работа В очень ограниченном спектре Степеней свободы Что нам и показывает Автор данной статьи Своей колоссальной глупостью И надменностью В отношении к своим Идеологическим оппонентам Наука Это алгоритмическая работа Бессмысленных роботов Скованных методом Убеждениями Ну то есть эволюция Естественная установка Да и так далее И даже необходимостью Писать тексты В стандартном Бюрократическом формате Ученый Это офисный работник Познания Обыкновенный клерк Безумные аналогии Автора Смотрятся смехотворными В свете того В свете всего этого Но и важно заметить Что они представляют собой Чистейшую И самую пошлую Подлую И нелепую риторику И я сейчас автора В риторике Между прочим Уделал в несколько раз В несколько позиций Как вы видите При том что Многие высказывания Которые я выше сказал Они правильные Вы можете посмотреть Их доказательства В различных моих статьях И здесь я тоже Ничего доказывать Во большей части не буду Но Вы ребята Можете сами Проанализировать Как наука работает Как наука функционирует Станьте ученым Короче Войдите в академическую структуру Посмотрите как там надо работать Что надо делать Какие требования И насколько ваше мышление Там сковывается И вы поймете Что нет в мире Ни одного более ограниченного По методам По высказываниям человека Чем ученый Свободомыслие ученого Это миф Это легенда Этого больше не существует Если еще в период просвещения Такое было возможно Сейчас Когда наука Стала очень большой Систематической Наполненной Такой толстой 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 дисциплиной Где Все регламентировано Буквально все Чуть ли не каждое Ваше слово Должно стоять В определенном месте Если вы поставите Не то слово Вас заставят его заменить Если вы сделали выводы Не по правильной форме Вас заставят их заменить Вы должны действовать Именно по форме Причем не по логике Что самое важное А именно по форме Вы должны соблюдать форму Ученый Самый Скованный Человек Даже среди Представителей Всех религий Даже буддисты Какие-нибудь Которые сидят И медитируют Они не так скованы В своей деятельности Как ученые Ученые скованы Максимально И это я вам говорю Как человек с кандидатской степенью Но Это не просто слухи Это не просто легенды Это как бы Это путь Который я прошел Сам по себе Это буквально Это апостериория Это личный опыт Да может быть Я его трактую И не так как многие Но мне кажется Что такая трактовка Наиболее отстраненная Наименее идеалистическая Наименее основывается На каких-то романтических помыслах О великой сущности науки О ее стремлении к истине О том Что она самая объективная Самая точная Самая потрясающая Это суждение со стороны Считайте Да я был внутри Но я делаю суждение со стороны У меня есть и опыт И возможность судить со стороны При том Что я закончил Не только гуманитарную специальность С одной стороны Хотя кандидат я По философии Кандидат философских наук Но при этом всем Я обучался И на прикладных дисциплинах Поэтому в принципе Я знаком И с физиологией И с биологией И с биологами И с физиологами И с формами работ Которые они проводят Как они их проводят Какими методами пользуются Какой статистикой пользуются И так далее И так далее И так далее Я обо всем этом Имею некоторое представление Вот Вот друзья В принципе В принципе Все вот это Я могу очень много И долго И открыто Без каких-либо проблем Доказывать И на стримах И в статьях В общем обращайтесь Если вам что-то здесь не нравится Цитата из Фауста Да Кстати Вольный перевод Толстого Так вот Так вот Тут продолжается дальше Их тоже принимают За абсолют Да 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 Опять же Про абсолюты Он все давит Так мне бы Мне цитата нужна Конечно Я бы хотел цитаты Мне бы хотелось узнать Где Кант пишет Что приорные формы познания Абсолютны у всех Кроме людей А то высказание звучит нелепо Так вот Машина Чьего рода Сохраняющее значение Это уже цитата автора Состояла изначально Квантификации вещей Внешней реальности Машина Созданная для подсчета Баранов Вдруг стала претендовать На абсолютность И зажужжала С восхитительным Отсутствием Внутренних перебоев И противоречий Но лишь до тех пор Пока она вертится Пустой Пересчитывает Свои собственные ковши Нелепая аналогия Человека и машины Которая пересчитывает Баранов Довольно странная Тоже штука Но если человек Это машина Пересчитывающая баранов Почему она вдруг Создала теорию эволюции Непонятно И непонятно Почему человек Это машина Которая изначально Создана для Квантификации вещей И внешней реальности Для меня это тоже Непонятно Абсолютно И вообще Для большинства философов Это непонятно Аналогия с землечерпалкой Там идет Короче Весь абзац построен На нелепые аналогии Поехали дальше То есть землечерпалка Землеройка Мыш И так далее И так далее И другие Другие грани науки Вот Вот И теперь давайте Самое важное Моя рабочая гипотеза Выглядит так Пишет автор данной статьи Все это рабочая гипотеза Браво Тогда эволюция Оказывается Тоже рабочая гипотеза И восприятие Тоже И то что мы Мозгом воспринимаем В том числе И органы чувств Тоже Получается рабочая гипотеза Все рабочая гипотеза Воспринимаем буквально Автор ученый С Нобелевской премией Он должен уметь Составлять Составлять Высказывания Таким образом Чтобы они были Максимально точными Соответственно Если у нас говорит Все рабочая гипотеза Значит И тогда Теория эволюции Рабочая тоже гипотеза И тогда Из этого следует Что все претензии Канту В данной статье Безосновательные Строятся Просто всего лишь На какой-то Жалкой рабочей гипотезе А пока гипотеза Не доказана От нее не может идти Никакая критика С приписками Несомненно Очевидно У нас нет лучшей альтернативы Тут либо одно Либо другое Статья либо Сама опровергает Гипотезу Либо гипотеза Опровергает Всю первую часть статьи Шах и мат Ну победа То есть все Мы победили статью С помощью ее собственных средств Короче Теперь примечание Отшадова Тоже достаточно большое Вынужден ввести Вас в курс дела Не все понимают Курс дела Почему автор Вообще решил Написать эту чепуху Здесь есть определенные Психологические Основания для этого Вообще Для ученых Свойственно Шизофазическое Двуличие В одной ситуации Они говорят о том Что их теории Теоретические построения Это абсолютная истина С ними нельзя спорить Это очевидные факты И даже более того Речь идет про теорию эволюции И многие другие теории Которые фиксируются Как ну вот Точное знание А потом Периодически Они начинают говорить о том Что все это Есть модель Гипотеза Теория А сами ученые Ни в чем не уверены А потому Они как будто бы скептики Как будто бы Две разные личности Говорят вещи Противоречащие друг другу Ну по крайней мере Мне так видится это Я же от себя замечу Что такое поведение Обусловлено страхом веры Который возник Благодаря философии просвещения Наука Как и многие другие Философские направления Вынуждена противопоставлять себя Религии Всеми возможными Риторическими приемами Но без убежденности В методе Эмпирики Естественной установки Корреляции между мышлением И миром Не будет никакой науки Как таковой То есть корень науки Это тотальный Эмпирический догматизм Без которого Сам научный метод Невозможен Этот эмпирический догматизм А также научная традиция Влияют на любого исследователя И не могут не влиять А всякого рода заявления Все из гипотеза Ученый ни во что не верит И так далее Это именно психологическая попытка Защититься от ярлыка религии Хотя нам всем вроде бы понятно Что наука содержит в себе Огромное количество Очевиднейших убеждений Догм Без которых существовать не может Ну Ну представьте себе Ученый начнет верить То что мир вокруг нас нереальный Зачем тогда наука Зачем вера в естественную Физику Это все противоречит физике Естественности и так далее Это все сверхъестественное Тогда будет Представьте себе Не знаю Ученый Ученый Который не верит В то что законы природы На протяжении всего развития Нашей вселенной Нашего мира И все эти законы природы Они работали одинаковым образом И в любом В любом месте В любой точке пространства И времени На любом масштабе Эти законы природы Они ну более-менее одинаковы По крайней мере Они сводятся друг к другу Да Мы можем например Зафиксировать Что в нашем мезомире Работают законы Ньютона Но законы Ньютона На самом деле не истинные Они допустим Сводятся к законам Эйнштейна Являются частным случаем Вот этих законов Эйнштейна Но просто Ну они не истинные Как бы в своей Изначальной базе Они были ложные В изначальной базе Да Хотя мы думали Что они истинные Вот Соответственно Наука пытается Все свести К одним единым законам Представьте Что вдруг окажется Ученый признает Что законы природы Могут неожиданно меняться Ой А как так Да То есть тогда Получается Что мы не можем Доверять таким методам Предсказания Времени Окаменелости И не только Окаменелости Предметов разных Как например Радиоуглеродный анализ Как и вообще Все другие типы анализа Если природа Может меняться В принципе Да Если законы природы Могут изменяться И они изменялись Со временем Или если есть Какие-то метафизические Структуры Которые влияют На природу Вокруг нас На мир И могут создавать Новые законы Могут нас обманывать Могут там Не знаю Что-то еще делать Интересное Если мы допускаем Активную метафизику Которая для нас При этом Ну неощущаема Из этого Напрямую В принципе Следует Что вся наука Обнуляется То есть у ученого Не может быть Таких убеждений У ученого Не может быть Убеждений Противоположных Естественной установке Потому что иначе Он перестанет Быть ученым А потом начинается Вот эта вот Нелепая защита В духе Все это Рабочая гипотеза Дано Дано Статус Антояна Читать не будем Лишнее Серое 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 Ну и вот Мы должны В любой момент Быть готовы Отбросить Наши излюбленные Теории Когда новые факты Этого потребуют А факты Кстати Это не рабочая гипотеза Я от себя добавлю Но это опять же Это очень Как бы шаблонная Глупая банальность Которую произносят Все глупые ученые Потому что они глупые По большей части То есть Мы должны В любой момент Быть готовы Отбросить Наши излюбленные Теории Уууу Мы молодцы Мы скептики Вот в таком духе Но это чистой воды Пропаганда Понятное дело Что никто не будет Ничего отбрасывать По большей части И по большей части Понятно Что факты Формируются Теориями У нас есть Фундаментальные теории Типа теории Эволюции Не знаю У нас есть математика Тоже теоретическая Дисциплина во многом У нас есть такие теории Которые просто Ну Объективно влияют На язык фактов На язык В котором мы факты Записываем Трактуем И соотносим Друг с другом Эти факты Так что факты Это не рабочая гипотеза Ой Простите Значит нет Получается мы верим В факты И методы Их получения Значит далеко Не все Рабочая гипотеза Кроме того Это неосмысленное Высказывание Это просто Шизофазическое Нерефлексивное Предложение Которое базируется На невозможности Ученого Осмыслить Свою науку То есть Это даже не метафилософия Это просто как бы Это методичка Саентизма Понимаете Дядя взял Из методички Саентизма Высказывание В духе Мы в любой момент Момент Должны быть готовы Отбросить Нашу излюбленные теории Это такая веселая фраза Которая говорит Ученым Ну мы же можем Если что отбросить Вот если вдруг Окажется Что теория эволюции Не верна Отбросим Но для этого Для того чтобы признать Что теория эволюции Не верна Мы должны как бы Факты получить Которые будут ей Противоречить А факты составлены В рамках теории эволюции Уже языком Теории эволюции Вообще-то То есть мы воспринимаем Факты через призму Теории эволюции Изначально И понятное дело Большинство этих фактов Они не смогут Опровергнуть теорию эволюции Даже если Через другую призму Мы посмотрим на те же факты И мы будем говорить Что это опровергает Теорию эволюции Например А через призму Теорию эволюции Ну нет Эти факты не опровергают ее Должен произойти Какой-то невероятный факт Невероятное событие Сам Господь Бог Например Явится к нам Раздавит Докинза В кровь Вот так В мясо Да И скажет Нет эволюции Никогда не существовало Это все иллюзия Я ее создал Да Бог вот так вот скажет Вот такой факт Наверное Так или иначе Поможет Замечательным ученым Признать Что они неправы Но такой факт Вряд ли произойдет Соответственно Соответственно Какого факта Они ждут Тоже непонятно Если новые факты Этого потребуют Более того Следует заметить Что в науке Да Суждения Размышления И изменения Как и любая религия Как и любая философская школа И наука Одна из таких религий Дефис философских школ Она абсолютно Здесь ничем не отличается От остальных То есть Высказывание Мы должны в любой момент Быть готовы Отбросить наши Излюбленные теории Она звучит Приблизительно так Христианин Тоже может Такое сказать Мы Мы В любой момент Мы можем Мы должны Должны быть готовы Отбросить Наши излюбленные теории О Боге Но мы знаем Что Бог есть Мы знаем Что Бог Иисус Христос Да Это как бы не обсуждается Но если у нас есть Какие-то теории о Боге Они неправильные Если будут какие-то факты Или размышления Достаточно основательные Мы их отбросим И христиане Отбрасывали эти теории Понимаете в чем дело Нет Не о Боге А о том Каков Бог Какие у него атрибуты Что ему свойственно И так далее И так далее И так далее То есть христиане Действительно У них Они прошли большой путь Переработки Множества монотеистических Теорий Отношения к Богу Как можно его узнать Нельзя узнать Есть акотофатическое богословие Есть акотофатическое богословие Много чего есть То есть наука Здесь не является исключением А у меня следующий вопрос А может ли наука Отказаться От своих основополагающих принципов Может ли наука Отказаться От естественной установки Может ли наука Отказаться От теории эволюции Может ли наука Отказаться От того Что делает ее наукой Нет Христианство тоже Не может отказаться От того Что делает ее христианством Наука не может отказаться от того, что все естественно. Если что-то вдруг, ну, есть форма, когда есть такой отказ, да, когда вот есть Вселенная, а за пределами Вселенной Бог, который на нее не воздействует. Ну, это как бы мы послали Бога, как бы, за пределы Вселенной, и пусть там сидит себе. А мир наш естественный абсолютно. То есть все, что в мире, все естественно, да. Может ли наука от этой догмы отказаться? Да не может. Наука ни от чего не может отказаться от этого. У науки огромное количество фундаментальных догм, без которых она не работает, без которых методология не имеет смысла просто на из которых все что делают ученые и люди которые так или иначе этим ученым подвластны тоже смысла не имеет я не понимаю почему люди вот этот момент не фиксирует это по-моему тоже максимально очевидно мы должны в любой момент быть готовы отбросить наши излюбленные теории да и рабочую гипотезу рабочая гипотеза эмпиризм это рабочая гипотеза этой теории излюблены можем отбросить эмпиризм что мы можем отбросить науки мне просто тоже вот очень сильно интересно поехали дальше да 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 там просто это высказывание в духе докинза набор банальности и серы глупости которые уже давно разобрал в многочисленных своих статьях и афоризмах вообще не подлежит рассмотрению поехали дальше если хотите узнать об этом подробнее читайте меня дальше подробнее теперь мы собираемся в ходе терпеливой эмпирической работы предпринять исследования приорных врожденных рабочих гипотез присущих до человеческим формам организмов к сожалению это невозможно как минимум невозможность тем вниманием с которым это сделал кант по моему мнению да мне думается автор просто не понимает методологии работы карта кантом и дальше он начинает короче рассказывать врожденные схематизмы животных все еще гораздо проще и экраны грубее чем таковые у человека так что границы достижимого для них не превышают некой измеримой области нашего собственного рецептивного аппарата очень смелое допущение во первых как он планирует вообще исследовать врожденный схематизм животных если кант приводил исследование прежде всего с помощью саморефлексия как это вообще делал из чего он вообще взял что схематизм и животных гораздо проще чем у людей почему наш их экран глух грубее экран это восприятие как я понимаю да дельфин дельфин например может воспринимать с помощью эхолокации я не могу летучая мышь может воспринимать с помощью эхолокации я не могу собака лучше слышит и чувствует нее не у хороший наверное я не могу так чувствовать и у меня такой спектр восприятия ограничен здесь экран грубее непонятно ну это все приблизительно выглядит как то так философ ты не можешь стать летучей мышью нагель до рандомный говорит ученый машет руками я летучая мышь я чувствую я летучая мышь я понимаю летучую мышь философ ему говорит ухать глубиться ученый у я могу судить летучую мышь по аналогии с человеком у сейчас весь схематизм распишу феномены чувствую это выглядит вот так вот кринжово это ужасно но я не понимаю зачем чем я понимаю что сам автор статьи он работал с поведенческой как бы стороны с животными вот действительно хороший зоолог насколько я понимаю если бы он остался на уровне зоологии нет вопросов но даже если бы он зоологию эту попытался продвинуть философию но осторожненько тогда без догматизма лишнего если бы аккуратненько да так хорошо подвинуть и встроиться в дискурс как-нибудь философский нет вместо этого клоунаду нам решили показать так тут про микроскоп давайте все про микроскоп зачитывать не будем просто мой комментарий там снова аналогия с микроскопом и человеком но то есть фигня полная так вот при том что у философов например нет оснований полагать что микроскоп вообще что-то показывает кант мог бы сказать что это просто феномены которым 1 можно относиться по-разному кто-то сказал что микроскоп показывать некую иллюзию кто-то бы сказал да кто-то бы сказал что исходя из своей методологии до предположил ну и другие бы мог бы предположить объяснение увиденному как же автор погряз в научной догме как же мало он задает вопросов науке а ведь все что он говорит по его же словам рабочая гипотеза о том что микроскоп работает моя рабочая гипотеза заключается в том что микроскоп не работает допустим к сожалению обе наши гипотезы не научны потому что фальсифицировать оба высказывания в одинаковой степени невозможно остается только верить вот все все разбор с микроскопом закончился в микроскопе феномен здесь феномены в микроскопе тоже феномена в электромикроскопе тоже феномена мы воспринимаем все феноменально они но уминально ну все съедено а вот смотрите это особенно важно в отношении атомной физики чьи абсолютно не в ненаглядные невообразимые идеи не могут стать предметом непосредственно опыта согласен с такой оценкой атомной физики абсолютно продолжаем мы убеждены только в том что всем деталям воспроизводимым нашим аппаратом соответствуют атрибуты вещи в себе ну убеждены и убеждены молодцы что я могу сказать окей хорошо убежден так убежден и чем больше мы углубляемся в сравнении наиболее отличных друг от друга аппаратов по формированию образа мира у животных пишет автор тем прочнее становится наша уверенность в этой всецело реальной и закономерной корреляции между действительным и являющимся но я благодарю автора за то что он делится субъективным опытом своей религии во первых чем больше мы молимся богу тем больше верим в его существование чем больше мы медитируем на буду тем меньше сомнений у нас остается в нирване и прочие цитаты великих миссионеров они здесь видимо настолько убедительны чем больше я смотрю на феномены тем больше верю что они как бы да к миру привязана окей я тоже смотрю на феномены но я не уверен и и что 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 дальше как решим проблему уважаемые да никак убедительно доказываемые подобными сравнительными исследованиями но это очень смешно на самом деле здесь никого комментария кроме лол быть не может убедительно доказываемые подобными исследования очень убедительно такие сравнительные исследования приближают к нам действительный мир лежащий по ту сторону феноменов я тебя замечу нет дело в том что мы не исследуем действительный мир на любом уровне исследования мы исследуем феномены и Любые факты — это интерпретация феноменов, даже в микроскопе, даже когда мы смотрим на свои почвы. Даже когда мы проводим радиоуглеродный анализ — это все интерпретация феноменов. Автор буквально утверждает, что от большого количества исследованных феноменов растет его степень уверенности в том, что эти феномены относятся к реальности напрямую. И это крайне наивно. Позволю себе также провести аналогию. Данный ученый похож на персонажа игры, который уверовал, что он живет в реальном мире, потому что наиграл очень много часов и исследовал каждый пиксель своего мира. Вот как-то так. Ну, дальше продолжается догматическая пляска. Мы, как ученые и естествоиспытатели, тем не менее, должны покончить с объяснениями априорного, исходящими из принципов чуждых природи. Почему должны покончить? Автор, скажите мне, пожалуйста, ну вы, наверное, уже мертвы, но его сторонники, наверное, нам скажут. Почему вы должны с ними покончить? Почему нельзя разным объяснениям существовать параллельно? Почему, если вы не сможете в абсолютной степени доказать неправоту оппонента, исходя из принципа «все есть рабочая гипотеза», вы не можете этого сделать согласно вашим же принципам, да? Почему вы не можете оставить кантианца в покое? Почему вы хотите навязать естественную установку всем, хотя она абсолютно недоказуема? Что за исламский фундаментализм в науке здесь наблюдается? Почему мы должны, должны, должны? Мы должны остановить вас, да? Мы должны, короче, покончить. Мы должны закончить, короче, мы должны опровергнуть. А потом автор говорит, что вот это все, вот эти концепции, которые он опровергает, которые он должен не спровергнуть, они догматические и необоснованные. Так разве не в долженствовании того, что вы пытаетесь уничтожить, догматизм залегает? Ну, то есть это все звучит крайне смешно. О, боже мой! Кто-то подвергает сомнению монополию научного исследования. Мы должны сделать все, чтобы альтернативные методы были уничтожены. Мы должны обзывать их догматиками, потому что так лучше. Мы должны рассматривать их как необоснованные. Хотя у них есть многочисленные обоснования. Ну, в работе Канта у него и Кантианцев у них куча обоснований их высказывания. Говорить, что они необоснованные... Ну, что, наука необоснованная в таком случае. Все. Наука не соответствует моим критериям обоснования. Вот так скажем. Я не верю в эмпиризм. Все эмпирические проверки для меня фуфло. Все, наука необоснованная. Несмотря на то, что в ней много обоснований. Это абсолютно такая же логика, понимаете? Сейчас работает. То, что мне не кажется достоверным с точки зрения обоснования, начинает как бы нам... Заставляет нас сказать, что это необоснованно. Нет, это обоснованно. В этом проблема, что обоснованно может быть все, что угодно. Не доказано. Да, вот не доказано в абсолютной степени. Конечно, не доказано. И в науке ничего не доказано в абсолютной степени. Наука не есть математика. Доказательства в науке не абсолютно. Они строятся на индукции. А индукция почти всегда оказывается неполной. А если индукция не полная, мы всегда имеем дело с вероятностными высказываниями. Скушали, да? Давайте проглотим эту информацию. У нас есть индукция. Вот у меня есть две ручки. Как работает индукция? У меня есть две ручки. Обе ручки синие. Мой опыт говорит, да, я видел ручки, и обе они синие. Всего две ручки увидел за всю жизнь. Я делаю вывод, все ручки синие. Наука приблизительно так же работает. Да, мы собираем опыты, и неожиданно оказывается, что вот все ручки синие, допустим. Мир был создан с синими ручками. А потом неожиданно я в своем опыте нахожу черную ручку. Я такой заявляю, ну раз уж все ручки не синие, да, я как ученый отказался от предыдущего убеждения. Я говорю, что все ручки синие и черные, и верю в это несколько столетий. Потом оказывается, что есть какая-нибудь там фиолетовая ручка, или желтая, или черная, или красная. Я всегда создаю вероятность на осуждение. Я могу заранее сказать, что ручки бывают всех цветов, создать такую теорию. Но может оказаться, что они не всех цветов. И тогда я сделаю ошибочное осуждение, между прочим. Вот, наука на похожих принципах работает, на немного более усложненных. И в этом проблема. Да, кстати, автор еще добавляет. А еще все есть рабочая гипотеза. Я откажусь от всего вышесказанного, если мне скажут факты. В общем, опять там аналогии, с помощью аналогии микроскопа. Да, опять аналогии, 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 куча аналогий. Вот, автор пишет. По существу мы способны понять только низшие формы, предшествующие нашим, собственно, формам мышления и восприятия. Ну, это если мы высходим из веры, что они действительно предшествующие нам. То есть, из веры в эволюцию. Это раз. И при таком подходе мы смогли бы понять только реально предшествующие. Например, понимание таким образом рыб и птиц, моллюсков и многих других развитых видов было бы невозможно. Потому что они развивались по другому направлению. И даже если мы ограничимся предшествующими формами, трудно было бы быть уверенным в том, что их мышление и восприятие не сделало скачок в какую-то недоступную для нас феноменологическую область. Например, млекопитающие. Как близкие к нам владеют некоторые эхолокации. Там летучие мыши, например. Собаки, вероятно, имеют хороший слух и нюх, что нам людям на феноменологическом уровне не понять, не принять и не описать. В таком случае мы будем ограничены, ну что, только обезьянами. Но обезьяны, они же тоже развивались немножко вот в сторону. То есть, обезьяны это не наши предки. То есть, шимпанзе, который с нами существует, согласно теории эволюции, это не наш прямой предок. Это мы от одного предка все вместе с шимпанзе произошли. Может быть, они тоже скачок в развитии сделали в каком-то куда-нибудь, и нам их феноменологический опыт недоступен. А что нам получается? Тогда нам придется исследовать феномены наших предшественников по окаменелостям, австралопитеков раскапывать, человека умелого, да, добывать и по окаменелостям определять, какие феномены они в жизни испытывали. Это вообще кринж. Ну то есть, это антикантианство, это антирефлексия, это не работает так, ну... Здесь с априорными формами никак не поработать получается, поскольку наши самые ближайшие прямые предки вымерли. У нас есть параллельные ветви развития, ну, обезьянки всякие, с которыми мы можем что-то поделать. Но это в принципе не значит, что если у обезьяны мы что-то найдем и зафиксируем, это, ну... Это не значит, что мы поняли обезьяну. Тут вообще столько колоссальных пробелов, если вообще посмотреть, как человек развился, вероятно, по сравнению с австралопитеком, как далеко он ушел. Ну, наверное, да, можем сделать предположение об этом. Причем за очень короткий срок. Какое колоссальное расстояние, а вдруг обезьяна в какую-то другую сторону тоже шагнула в восприятие, в созерцании, может быть, еще в чем-нибудь, что нельзя эмпирически проверить. Как вы будете феноменологический опыт животных вообще воспроизводить? Это же кринж. Ну, то есть, если с человеком это еще возможно, то есть мы можем сказать, смотрите, вот мы в компуктере воспроизвели ваши внутренние какие-то восприятия, которые вы фантазируете. А потом мы такие взяли такие, и раз, два, три, и человеку показали эти восприятия, он сказал, да, я вот это как раз только что видел, вот у себя в воображении, допустим. С животным вы так не сделаете. Животное вам ничего не подтвердит, оно говорить не умеет, оно вас не понимает. Ну, такого подхода даже на биологическом уровне много проблем, к сожалению, это очень странно. Дальше автор пишет, большинство животных не принимает пространственной структурализации мира в нашем смысле. Откуда автор знает это раз? Во-вторых, с чего автора взял, что Кант считал, будто бы у животных есть такой же разум, как у нас, чтобы иметь такую же пространственную структурализацию мира. Это два. Кто сказал, что у них другая структурализация мира. Да, там будет про землеройку очень много, но это как бы в масштабах фантазии автора, маня-фантазии автора, короче, где он воображает, что у землеройки другое представление о пространстве. Так, большинство рептилий, птиц и низших млекопитающих решает свои пространственные проблемы не так, как делают это мы. А посредством заучивания наизусть, непонятно, как автор это с точностью определил, опять непонятно, как это к априорности относится, как заучивание наизусть относится к априорности напрямую. Тоже в целом не очень понятно, но опять же маня-фантазии автора, вот тут крысы, землеройки и так далее, так далее, так далее. Набор замечательных, потрясающих примеров, которые не имеют никакого доказательного значения. Это все очень интересная история про землеройку и крысу, а также про другие поверхностные опыты, которые ничего не доказывают по данному вопросу. Но они каким-то образом, видимо, привели автора к мыслям, которые он излагает. Хороший материал для психоаналитика, кстати. Но в качестве доказательства это не работает, во многом потому, что автор судит о ментальных переживаниях животных по их поведению. Кант фиксирует феномены внутри самого себя, а автор смотрит на поведение животных. Да, это абсолютно разные методологии, абсолютно разный уровень основательности суждений. Кант более основателен, чем данный ученый-биолог, на несколько позиций более основателен. То есть Кант судит о себе, ну и делает некую экстраполяцию на других людей. Окей, автор, автор, автор фантазирует. Короче, маня-фантазии у него появляются про крыс, про землероек. Да, он за ними наблюдал, он смотрел на их поведение, а вот посмотрел, понаблюдал, сделал свои маня-фантазии. В ответ уже эти маня-фантазии противоречат Канту неожиданно. Очень интересно, очень интересно. Да, противопоставлять феноменологии человеческой маня-фантазии о животных, это очень круто, конечно. И это, конечно же, опровергает все кантианство и Канта, и Шмант, и вообще всех опровергает, вообще без права на реабилитацию. Это круто. Это действительно очень крутая претензия. Так, тут продолжается чепуха. Так, это реальность. С чего вообще взяли, что мы в реальности существуем, а не в иллюзии? Без ответа на этот вопрос вся цепочка следующих рассуждений тоже рушится. С условными рефлексами, с нервами, с мозгом и так далее. Дальше идет фишка. Такое поведение с очевидностью носит видосохраняющий характер. Да, конечно, с очевидностью, ведь животное еще и видом себя определяет каким-то, да, осознает. И хочет, видимо, сохранить вид, ведь виды реально существуют. Их потрогать можно, конечно, и у них есть некая физическая объективность. И, конечно же, животное осознает эту объективность этих видов. Или, я не знаю, у каждого вида встроены представления о видах или еще что-нибудь. Да, видосохраняющий характер носит, да, это круто, круто, да. С очевидностью. Человек разбрасывается словом очевидность слишком часто, слишком часто. Ну, тут много тоже. Водища, соответственно, которая разбирать особо не имеет смысла. Ну, и речь идет об условии, при котором участки местности, элементы локомоции оказываются слиты друг с другом, словно капли в струе воды. Да, ученые научились переносить сознание в землеройок, это удивительно просто. Вот, автор описывает, каково быть землеройкой. То есть, ваши элементы локомоции оказываются слиты друг с другом и участки местности, словно капли в струе воды. Наука! До чего дошел прогресс? Прямо просто удивительно. Ну, и вот, опять же, сравнение, сравнение, сравнение. Надо было назвать вообще статью «Теория Канта в свете априорного схематизма мышления землеройки». Тогда бы статья обрела смысл, потому что здесь огромное количество примеров, связанных с тем, с чем вообще, ну, лучше было бы, ну, повременить немножко. То есть, здесь вообще все вот это вот, вообще все-все-все-все-все-все-все-все-все-все, очень много водища, короче, лишней. И очень много повторений лишних, и очень много того, без чего можно было бы обойтись. И дальше автор делает опять огромные выводы. «Провозглашать абсолютность человека и утверждать, будто бы любые воображаемые разумные существа и даже ангелы должны быть ограничены законами мышления». Опять же, да, вот здесь мы прервемся и пойдем комментировать. Тут можно сказать, что Кант мог задать законы мышления по определению. То есть, если они соответствуют данному определению, то они законы мышления, а если нет, то это уже нечто другое. Более того, вместо исследования мышления разума ангелов и разумных инопланетян нам предлагается исследование поведения землеройки. Поведение землеройки. Кроме того, наблюдается противоречие. Абсолютность человека и абсолютность законов мышления разные вещи, особенно если имеется указание на то, что могут существовать другие создания с разумом. И мы делим этот разум с ними. То есть, Кант, допустим, говорил, что существуют ангелы, у которых тоже есть разум, и разум такой же. Просто о разуме ангелов Кант судит с точки зрения разума человека. И делает предположение о том, что у ангелов, допустим, разум такой же, как и у людей. Потому что большее предположение, что там разум другой, как у людей, это доступное предположение, но Кант решил на этот раз так. С землеройками такой подход, например, уже не работает. Мы просто можем сказать, что у землеройки нет никакого мышления. То есть, то, что Кант исследовал, это не то мышление, Кант исследовал просто мышление человека, и все. Нам вообще ангелы здесь особо не нужны. И разумные инопланетяне, и просто разумные другие существа нам никто не нужен вообще здесь, в принципе. Когда мы Кант разбираем, нам люди нужны. Кант создавал теорию познания для людей. К развитию априорных формул мышления. Да. Ладно, здесь какую-то фигню я написал. Здесь я уже не помню, о чем речь. Ну и здесь водище. Что было бы обо всем, я знаю, что бы Кант сказал обо всем этом. Автор считает, что Кант был бы очень рад, очень доволен услышать все это. И изменил бы свое мнение, и сказал бы, что, ой, какой великий биолог все это написал, какой замечательный, какой глубокий, какой просто потрясающий умный-умный автор это все сделал. А я, короче, был дурачком, я был неправ, короче. Кант, по его мнению, вот так бы сказал. Если бы увидел все биологические факты, которые здесь предложены. Ну, ну что. Хорошая риторика, весело. Круто. А вот если бы этот ученый принял бы шадовизм, я уверен, он бы отказался от всех своих выводов. Это очевидно, да? Ну, вот и все. Выводы от Шадова. Сейчас, это уже все я написал дополнительно. По большей части данная статья является банальнейшей научной пропагандой, в которой далеко не самый умный представитель науки, пусть и лауреат Нобелевской премии. Нелепо рассуждает о философии, о которой понятия не имеет. В статье наблюдается множество противоречий, которые лежат на поверхности. Автор некритично относится к науке и научной методологии, а также у него абсолютно отсутствует рефлексия. Потому он допускает выше обозначенные противоречия, так как в основном автор орудует не собственной мыслью, а набором разнородных и двуличных научных клише, в которых тотальный догматизм метода и некоторых теорий, ну, например, эволюция, смешивается с попыткой описать все как рабочую гипотезу, а также обвинить всех вокруг в догматизме. Статья не представляет никакого интереса в качестве источника по метафилософии науки, если, конечно, мы не хотим исследовать пациента на предмет его тотальной шизофазии, которая также была обозначена выше. Следует заметить, что в статье имеются интересные замечания и факты, связанные с наблюдениями биологов и биологическими теориями. Насколько я понимаю, некоторые наблюдения авторы сам проводил, за что ему огромное спасибо, как зоолог, как биолог. Он, скорее всего, свою работу выполнил и выполнил хорошо, и, скорее всего, он не зря получил Нобелевскую премию. Тоже замечу, скорее всего, не зря. И вот эта вот, как бы, его работа, особенно в зоологии, она очень сильно повлияла на те глупости, которые он писал выше, к сожалению. Если бы данная статья не претендовала на неиспровержение Канта, как и любой другой философии, использующей альтернативные методики, то она могла бы стать неплохой научно-популярной статьей, которую не стыдно было бы показать читателю. Но то, что мы видим, ни в какие ворота не годится. Вместо доказательств автор забрасывает нас риторикой и аксиомами, а многие основные моменты кантовского учения, которые критикуются, поняты неправильно. Вместо мета-анализа биологических данных мы сталкиваемся с рассуждениями о крысах и землеройках, о мыслительных способностях которых у нас могут быть только догадки. И, конечно, никакого схематизма их разума мы построить в принципе не можем, как минимум путем анализа их поведения. Как и выяснить их отношение к пространству и времени. По сути, автор нам говорит, наука это хорошо, все остальное плохо, наука это прекрасно, все остальное ужасно. А еще мы скептики и во всем сомневаемся. Но теория эволюции это несомненный факт, конечно же. А еще все есть рабочая гипотеза, безусловно. Ну, кроме эволюции, научного метода и заслуженной доминации науки над другими учениями. Да, действительно, никаких догм здесь, видимо, и нет. Ну и, конечно, наивный реализм это тоже не догматическая установка, как и естественная установка, о которой мы на нашем канале говорим очень часто. Безусловно, это все не догмы, безусловно, наука это потрясающе. Давайте похлопаем ученым. Ученые просто молодцы, это не какая-то рандомная философская школа, которая по удаче, по счастливому стечению обстоятельств очень сильно развилась и начала доминировать и захватила монополистически все области исследований. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, ну не все области исследования, конечно, но естественную, по крайней мере, область, она полностью захватила в качестве тотальной монополии, и никому сейчас на турфилософии рассуждать вообще нельзя, запрещено. Да уж. Ну, статья очень плохая, серьезно. Это больше на научпоп похоже, к моему большому сожалению. Причем на примитивнейший научпоп в духе Докинза, Панчина. И несмотря на то, что автор непосредственно лауреат Нобелевской премии, ну, ну не вытягивает, в общем, не вытягивает. Зря он философию подался, зря он попытался на философские темы рассуждать. И все-таки в 20 веке было несколько знаменательных ученых, которые могли себе позволить более-менее неплохо рассуждать о философии. Среди них и Эйнштейн, среди них и Гейзенберг, среди них вообще несколько, короче, людей, довольно примечательных, которых еще можно разобрать. Здесь большая часть того, что мы видели, это скорее какая-то мировоззренческая клоунада, где автор просто кидается шаблонными фразами и шаблонными верованиями в рамках науки, а потом прикрывается неожиданным щитом скептицизма и говорит, нет-нет-нет, это все рабочая гипотеза или не все рабочая гипотеза. Ну, я не разобрался, что здесь рабочая гипотеза, но если что, если вы скажете, что я догматик, я подставлю щит рабочей гипотезы. А если не скажете, я скажу, что эволюция это истина. Как-то так. Ну вот, я думаю, мы закончили с двухчасовым разбором потрясающей статьи. Спасибо, пожалуйста, спасибо-спасибо большое, спасибо большое Артему за заказ. Кантовская концепция априори в свете современной биологии что-то вот не очень сильно нас и порадовало, к нашему большому сожалению. Хотелось бы прочитать что-то более серьезное, что-то более основательное. Но вот, как бы, риторика, смотрите, да, когда статья была написана? В 1941 году. О, в 1941 году. Риторика современных ученых, ну, недогматичных, сомневающихся, она до сих пор не изменилась. То есть, основные риторические приемы, которые Конрад Лоренц использует, они до сих пор актуальны в догматических трудах и догматических высказываниях Докинза, Панчина и многих других представителей догматической науки. Они буквально повторяют высказывания Конрада Лоренца слово в слово. Больше 50 лет прошло. Больше 50 лет. Некоторые высказывания прям, они просто форму свою сохранили. Сейчас я вам подчеркну вот это вот важное. Я хочу подтвердить свои слова на все 100%. Ну, вот сейчас давайте найдем, найдем вот это вот высказывание прекрасное. То есть, высказывание о том, что мы, как ученые, вынуждены, как бы, да, отказываться от своих теорий. Оно прям вообще в той формулировке высказано, в какой высказывают обычно все ученые догматические. То есть, это высказывание, оно до сих пор в той же самой форме актуально. Ну, ладно, не будем искать, видимо. Или найдем все же. Не знаю, не могу. А, мы должны в любой момент быть готовы отбросить наши излюбленные теории, когда новые факты этого потребуют. Вот буквально вот в такой же формулировке это озвучивают и Докинс, и Панчин. Вот, по-моему, слово в слово даже. По-моему, даже ничего не искажается в этом высказывании. Просто вот калька. Калька с языка, на котором Лоренс писал. И это тоже кажется мне довольно подозрительным. Опять же, потому что таких вот клише очень много. Клиширована и статья клишированная, и современный сиентизм довольно клишированный. Я не представляю себе, как люди могут называть себя сомневающимися, если они разговаривают с помощью клише. То есть, они буквально запомнили определенные формулировки и применяют эти формулировки к ситуации. Как эти люди могут называть себя сомневающимися, как люди, которые воюют против других мировоззрений, в прямом смысле воюют против всех, которые не соответствуют их основной догме, как они могут считать себя скептиками, тоже сомневающимися. Это же тоже, это очень странная интенция. Это бесконечно странная интенция. Мне это, в принципе, не очень понятно, к сожалению. Ну, в любом случае, друзья, мы закончили рассмотрение статьи. Еще раз большое спасибо за заказ. Большое спасибо всем, кто нас прослушал. Я постарался сделать это наиболее аргументированно, наиболее основательно. Чтобы у вас особо каких-то сомнений не возникало, мы разобрали статью, думаю, достаточно неплохо. Всего вам доброго. Пока.